Дорогие друзья, надеемся, наши будущие студенты, факультет психологии Московского университета с радостью вас приветствует на своем Дне открытых дверей. В рамках Дня открытых дверей Московского университета начинается новый марафон приемной кампании 2023 учебного года. Традиционно начинается с соседнего Дня открытых дверей, на котором мы бы хотели вас познакомить с факультетом психологии МГУ с особенностями обучения у нас на факультете и, что самое главное, с особенностями поступления в новом 2023 году. Меня зовут Ковалев Артем Иванович, я заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ и буду сегодня некоторым модератором нашей встречи. По ходу сегодняшней нашей встречи вы также познакомитесь с другими членами руководства нашего факультета, которые расскажут вам про внеучебную жизнь на факультете, про наши международные связи, контакты, про поступление на факультет, а также вы сегодня сможете увидеть наших студентов, которые поделятся своими впечатлениями об обучении на факультете психологии и своими ощущениями от того, насколько им это нравится и не нравится. Ну, традиционно мы начинаем нашу встречу с небольшого рассказа про факультет психологии Московского университета и нам здесь на самом деле есть чем гордиться, потому что изучение психологии в стенах МГУ началось с самых первых дней его функционирования, поскольку Михаил Васильевич Ломоносов, основатель и создатель и идеолог Московского университета, активно занимался вопросами и психологией в том числе, его интересовали вопросы возникновения ощущений у человека, например, зритель, ощущений в тот момент, когда человек смотрит на горящую свечу. И будучи автором корпускулярной теории света, Михаил Васильевич предположил, что отдельные кускулы, которые отделяются от горящей свечи, попадают в глаз человека и таким образом формируют у него зрительные ощущения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Михаил Васильевич Ломоносов был, с одной стороны, первым психологом в стенах Московского университета, а с другой стороны, одним из авторов, или целого раздела внутри психологии, который называется психофизика. Наши студенты на первом курсе знакомятся с психофизическими законами, изучают их и сдают в рамках одного из наших предметов. Но, соответственно, время шло, и к концу 19 века психология в Московском университете включила свое уже институциональное присутствие. В 1885 году появилось психологическое общество при, тогда он назывался, Императорском Московском университете. Здесь надо сказать, что вообще психология в мире считается, что первая лаборатория появилась в 1879 году в Лейпциге. Поэтому возникновение психологического общества в МГУ, в общем-то, полностью соответствует общемировым процессам, которые тогда происходили в науке. И вот собралось первый раз психологическое общество в МГУ в здании Московского университета, которое выходит своим фасадом на Моховую улицу. Там сейчас располагается в основном институт стран Азиафрики, и, соответственно, мы также занимаем там часть помещений. У нас находятся там наши лаборатории. И вот вы видите здесь на слайде как раз изображение этого здания. И вот за колоннами вот эти окна – это как раз Императорский зал, в котором происходило первое заседание психологического общества. Надо отметить, что тогда в психологическое общество входили не только психологи, не только люди, которые занимались изучением психики, философов, но также и представители литературы, истории. То есть это было такое сразу междисциплинарное собрание людей, которые ставили свои задачи изучения самого сложного, наверное, объекта вообще в природе – психической деятельности человека. Поэтому мы в наших кинах продолжаем эти славные традиции. И в 1966 году возник факультет психологии, как отдельный факультет внутри Московского университета. Он был тогда по отчету 15-й. Его основатель Алексей Николаевич Леонтьев, автор общепсихологической теории деятельности и один из главных научных деятелей психологии отечественной прошлого века. Его теорию деятельности и изучение в этой области продолжаются сейчас на факультете. И вот факультет получил свою прописку в нашем здании на Маховой, Маховая, дом 11, строение 9, которое вы можете видеть здесь на изображении, но и также можете увидеть вживую, когда приедете к нам в гости. Сейчас здание четырехэтажное. Раньше оно было двухэтажным изначально. Потом, соответственно, были достроены еще два этажа. Поэтому вот мы в основном все наши занятия проводим в нашем главном историческом здании, которое функционирует с 1966 года. Значит, у нас подключились, я думаю, что уже большая часть участников, поэтому можем вас порадовать тем, что, коллеги, мы сегодня для вас предлагаем некоторую такую профориентационную технологию для того, чтобы вы определились с образовательными программами, по которым будете у нас обучаться на факультете в рамках специалитета. Поэтому те, кто рассматривает для себя обучение по специальностям нашим, пожалуйста, переходите по ссылке, переходите по QR-коду, ответьте несколько вопросов и узнаете, какая из специальностей ближе именно вам. Мы будем время тренировать сегодня в ходе нашей встречи, повторять вот эту ссылочку для вас, чтобы вы, если вдруг не успеете или если вдруг забыли это сделать, могли всегда это сделать. Ну, а мы, значит, продолжаем рассказ про наш факультет. И сейчас наш факультет возглавляет наш декан 2006 года Юрий Петрович Зинченко. Он является доктором психологических наук, профессором, академиком Российской академии образования. Юрий Петрович возглавляет Российское психологическое общество, вот то самое, которое появилось еще в 1885 году. И также Юрий Петрович возглавляет психологический институт Российской академии образования. Это первый как раз институт научный в стенах Московского университета. Он изначально возник, он находится также на Маховой, рядом со зданием факультета журналистики. Значит, потом он отделился от университета, и вот сейчас вновь фактически институтская и университетская психология соединились для того, чтобы постигать истину в части изучения механизмов психической и психической деятельности человека. Наш факультет сегодня представляет собой достаточно крупное научно-образовательное объединение. В состав факультета входит 14 кафедр, и тематика этих 14 кафедр, в общем-то, покрывает собой всю тематику современной психологии, которая только, значит, существует. Вот, кстати, заведующая кафедрой психологии языка и преподавания иностранных языков Галина Валерьевна Денисова. Она сегодня присутствует здесь вместе с нами. Также вы с ней сможете познакомиться, поскольку она у нас является координатором дополнительной еще и программ международного сотрудничества. Именно она вам сегодня о них расскажет. Представитель кафедрой социальной психологии, и также сегодня вы здесь увидите Александр Маркович Рихель, наш главный специалист по внеучебной работе со студентами. Вот, ну и здесь еще хочу отметить, что совсем недавно, в прошлом году на факультете возникла кафедра под номером 14, здесь в списке кафедра психического здоровья, которую возглавляет Георгий Петрович Костюк, главный врач больницы психиатрической имени Алексеева, больницы номер один. Так что вот тесная связь психологов и психиатров, она получила еще и такую вот инфраструктурную, структурную представленность. Значит, мы всегда дружили с больницей имени Алексеева, теперь дружим еще и в виде появления у нас отдельной кафедры с представителями этого замечательного учреждения у нас на факультете. Кроме кафедр, на факультете присутствует также пять научных лабораторий. В них работают научные сотрудники, и именно за счет большой представленности научной выработки на факультете для наших ребят в рамках образовательных программ нам удается преподавать не только то, что существует, не только то знание, которое существует в учебниках в общем доступе, но и то новое, что только-только было получено в рамках наших исследовательских работ и проектов. Это и лаборатории нейропсихологии, психологии труда, и лаборатория восприятия, психология общения. Так что отдельные научные лаборатории, такие более узконаправленные, предоставляют также значительный объем научной информации, которая входит в учебный процесс. Ну и также на факультете действует отдельный центр коллективного пользования с рядом высокотехнологичного оборудования, без которого сегодня очень сложно себе представить современную психологическую не только науку, но и образование. Мы располагаемся на Маховой, в историческом кампусе Московского университета на Маховой, и факультет психологии располагает всеми необходимыми помещениями и аудиториями для организации нашего очень разнопланного учебного процесса. Ну, во-первых, у нас есть наша красавица, большая психологическая аудитория, в которой помещается целый курс, соответственно, ребята слушают в ней наши поточные лекции для всего курса. Также у нас есть отдельное небольшое количество компьютерных классов, поскольку практикум современный психологический невозможно себе представить без использования компьютерного оборудования. Ну и к тому же мы имеем большое количество аудиторий для проведения отдельных семинарских занятий, тренинговых занятий, то есть тех форматов, которые предусматривает, в общем-то, психологическое образование. Так что, несмотря на то, что находимся мы на Маховой, а не на Ленинских горах, при этом помещения позволяют нам компактно упаковывать все те необходимые форматы, которые предусматривают наши учебные планы. Ну и почему говорю про разноплановость? Потому что структура образовательной деятельности у нас очень вариативна, поскольку все наши кафедры, я еще раз повторюсь, да, закрывают с собой все области психологической науки и практики, то также и наши образовательные программы, в общем-то, покрывают с собой все области психологической науки и практики. Важно здесь заметить, коллеги факультет психологии реализуют образование в виде специалитета, шестилетнего специалитета. У нас нет бакалавриата, он у нас отсутствует. Нам удалось несколько лет назад отстоять наш специалитет, и поэтому мы реализуем образовательные программы по шестилетней подготовке. Более того, специалитет факультета психологии именно шестилетний. Если в других местах он 5 лет и 5,5 года, то у нас он именно шестилетний, и есть для этого причины, я вам сейчас чуть позже про них скажу, а пока скажу, что наш специалитет реализуется по трем образовательным программам. Это клиническая психология. Первый наш специалитет, внутри него входят вот семь специализаций, обратите внимание, в том числе наша новая специализация, связанная с психологическими сопровождениями в условиях пандемии. Второй наш специалитет – это психология служебной деятельности, и внутри него шесть специализаций. И такое одно из, наверное, наибольших отличий между двумя этими специалитетами заключается в том, что психология служебной деятельности в большей степени ориентирована на различные вопросы изучения нормальной психики, то в отличие от этого специалитет по клинической психологии больше в себя вбирает вопросы изучения психики, нарушенной в ходе разных, соответственно, разных причин и обстоятельств. Но в том числе в клинической психологии существуют такие направления, как психофизиология, психология спорта, которые также в большей степени относятся к нормальному функционированию психической деятельности человека. Вариативность достаточно здесь широкая представленная. И здесь надо понимать, что ребята у нас, начиная с третьего курса, уже выбирают себе определенную специализацию внутри своего специалитета. То есть сначала поступают, все сначала должны выбрать определенный специалитет, а на третьем курсе нужно еще и определиться специализацией, но мы в этом активно помогаем. Третий наш специалитет – это педагогика и психология девиантного поведения. Коллеги, обращаю ваше внимание, что этот специалитет организуется в рамках образовательного направления, образования и педагогической науки. Поэтому по итогам завершения обучения ребята, которые заканчивают педагогику и психологию девиантного поведения, получают квалификацию социальный педагог. Не психолог, а социальный педагог. И обучение организуется в моноспециализации психологической консультированной обученности. Отдельная федора существует в психологическом образовании педагогики, которая обеспечивает этот специалитет. Этот специалитет очень интересный, потому что он вбирает в себя как классические вопросы педагогической психологии, педагогики, так и все те современные процессы, которые происходят внутри образовательной тематики. Это и сетевая дидактика, цифровая педагогика, активное использование IT-технологий в образовании, технологии виртуальной реальности в образовательном процессе и так далее и тому подобное. Так что вот такой очень на самом деле глоботевно ориентированный специалитет внутри образовательно-педагогического блока. Кроме специалитета, да, напоминаем здесь еще раз, вот для того, чтобы вам легче было определиться с тем, какая программа специалитета вам ближе подходит, пожалуйста, переходите по нашему QR-коду, по нашей ссылочке, отвечайте на вопросы и узнаете, что же из наших образовательных программ ближе, ближе именно вам, именно по вашим, значит, ощущениям, по вашим предотвращениям. Для тех, кто продолжает обучение на факультете, например, те, кто закончил образовательные учреждения или имеет, значит, образование уровня бакалавриат, на факультете реализуется программа магистратуры. Коллеги, магистратура на факультете у нас бывает дневная и вечерняя. В дневной магистратуре у нас на данный момент представлено 6 магистрских программ, в вечерних 7 магистрских программ. Надо отметить, что магистрские программы, они более точечно так практика, наверное, аутилны в сравнении, соответственно, с программами, может быть, специалитета. Поэтому те, кто приходит к нам в магистратуру, имейте в виду, что здесь будет такая более узконаправленная подготовка. Но вы можете видеть по тематике программ, что они очень актуальны на сегодняшний день. Вот, например, у нас в вечерней магистратуре реализуется программа по киберпсихологии. Я думаю, что все понимают, что с учетом современной условии цифровизации такая очень интересная направленность этой программы. Отличие дневного от вечернего отделений заключается в том, что на дневном отделении в магистратуре срок обучения составляет 2 года, и занятие происходит дневное время, соответственно, с 9 до 5 вечера. А в вечерней магистратуре срок обучения составляет 2,5 года, потому что занятие проходит в вечернее время, с 18.30 до 21.40. Поэтому люди, которые работают, люди, которые днем имеют другие иные занятости, у нас вот чаще всего обучаются именно в вечерних, на вечернем отделении магистратуры. Но, коллеги, я еще раз напоминаю, что факультет реализует программы магистратуры и программы специалитета, то есть у нас бакалавриата, у нас нет. В магистратуру у нас в первую очередь поступают представители иных образовательных организаций, образовательных учреждений, которые продолжают обучение на факультете психологии. И вот сейчас я хотел бы вас познакомить с одним из студентов магистратуры, дневной магистратуры, которая поступила к нам в этом году, Анна Егорова. Анна Егорова обучается по направлению когнитивная нейронаука, но у нее есть специфика в том, чему она учится и что она делает, в том числе в рамках своей исследовательской деятельности в магистратуре. Анна, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Меня уже представили. Я сейчас обучаюсь на бюджетной основе, обучаюсь на когнитивной нейронауке и могу заниматься и прикладными исследованиями с помощью эмуляционных приборных методов, но также я могу еще осуществлять свои интересы в области космической психологии. Я также работаю вместе с представителями Института медико-эбиологических проблем. Мы занимаемся исследованием изоляционных экспериментов, рассматриваем разнообразные аспекты влияния стресса на психику, о том, как вообще ведет себя человек в условиях изоляции. И, соответственно, все это накладывается на то, как мы будем работать еще в будущем с космонавтами. Мы исследуем то, как происходит общение между ЦУПом и, соответственно, МКС, и это нам позволит реализовать последующее психологическое сопровождение экипажей. Помимо этого, когнитивная нейронаука позволяет узнать больше о методах нейровизуализации и, соответственно, реализовать их в последующей моей профессиональной деятельности. Анна, спасибо большое. Аня, скажите, пожалуйста, вот вы у нас два месяца уже с лишним проучились на факультете. Вот как вам в целом ваши ощущения, ваши впечатления? Вам нравится? Вы довольны? Или что-то может быть не так? Мне на самом деле очень нравится то, что очень много профессиональных преподавателей, которые вот они уже в практике давно, они имеют очень много кейсов. У них очень много интересных каких-то случаев из практики. И они могут дать не только теорию, но и поделиться какими-то такими практическими знаниями. И плюсом, конечно, большой такой бонус, то, что факультет психологии имеет многочисленные связи с другими институтами, которые исследуют те или иные проблемы. И в случае, если что-то тебе интересно, и тебе хочется этим заниматься, всегда можно прийти, и такой энтузиазм, он поддерживается. И очень круто то, что есть возможность развиваться в том, что тебе интересно. Спасибо. Я очень довольна обучением. Спасибо. Спасибо большое, Аня. Так, коллеги, движемся дальше. Значит, и следующий наш по структуре образовательный блок, то есть продолжение обучения для того, чтобы уже наниматься в основном научной деятельностью и в последующей защите диссертации на соискание степени кандидата психологических наук. Ну, а в последующем надеемся и, что наши будущие кандидаты станут и докторами психологических наук. А здесь хотелось бы вам представить нашего специалиста отдела аспирантуры и того человека, кстати, в том числе, который будет принимать документы у тех, кто будет в аспирантуре поступать, Ольга Григорьевна Земцова. Ольга Григорьевна, пожалуйста, вот пару слов про специфику поступления в аспирантуру и вот наши треки аспирантской образовательной деятельности, научно-образовательной деятельности. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу обучения в аспирантуре, хочу сказать самое главное, это то, что обучение очное. Срок обучения составляет три года. Первый год направлен на сдачу экзаменов по философии и иностранному языку. Второй год дисциплины – это специальность. И третий год уже непосредственно подготовка к защите диссертационного исследования. Благодаря наличию двух групп специальностей существует возможность защиты диссертации названия кандидата психологических и педагогических наук. По поводу поступления, в этом году будут небольшие изменения в поступлении. Будет предусмотрение документов на сдачу экзаменов для того, чтобы подать документы. И также еще будет предусмотрена возможность поступления в бонусному курсу, дающему право поступления без прохождения вступительных испытаний. Все те же самые способы подачи документов – это и лично, и почтой России, и с помощью веб-анкеты. Отлично. Спасибо большое, Оль. Соответственно, коллеги, кто собирается к нам в аспирантуру, ждем вас в летний период. Правильно, Ульбина? Да. Ждем вас в летний период. Итак, обобщу, значит, у нас реализуются программы специалитета, программы медистратуры и программы аспирантуры для тех, кто желает продолжить в рамках уже своей научной деятельности свою, значит, свою трагедию на психологию. Пару слов про наши особенности, коллеги. Вот обучение на факультете психологии МГУ, оно существенно отличается от обучения в иных высших учебных заведениях. Значит, во-первых, у нас шестилетнее обучение, и это шесть лет нашего такого непрерывного внимания к нашим студентам, в том числе в рамках уникальной вещи под названием супервизия. Супервизия – это форма, значит, работы с нашими студентами, при которой они реализуют свою профессиональную деятельность под руководством вот опытного-опытного профессионала. Она может быть разной, она по-разному реализуется в рамках наших разных образовательных программ, но важно понять, что за то время, пока человек обучается в специалитете факультета психологии, он обязательно попробует себя в качестве профессионала. Второе важное отличие – это обязательные практикумы, обязательные практические занятия на различных наших базах, в том числе клинических базах. В первую очередь это касается, конечно, направления клинической психологии, которые обязательно взаимодействуют с пациентами на различных, соответственно, в различных клиниках для того, чтобы отрабатывать свои навыки именно клинического психолога. Дальше, конечно же… А, жалко, 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 где-то открыто двери, жалко. Конечно же, да, коллеги, просьбе… Сегодня день открыто двери, ты послужил, что будет психология, ты послужил, что у нас еще. Итак, значит, дальше это, конечно, неразрывная связь науки и образования, и это реальная возможность проведения уже научных, экспериментальных, в том числе исследований в наших анаториях, в нашем оборудовании, у студентов, начиная с первого курса обучения у нас на факультете. За счет того, что факультет большое внимание уважает своим студентам, особенно студентам первого курса, существует возможность раннего, так называемого, профессионального самоопределения в сфере психологии. Специально один день на первом курсе, это суббота, посвящен занятиям по введению в профессию. Это специальный наш такой образовательный модуль, которому мы уделяем большое внимание, связанный с тем, чтобы ребятам показать их возможность быть психологом в разных, соответственно, сферах и реализуя разный вид профессиональной деятельности для того, чтобы за время обучения на первом курсе наши первокурсники поняли, кем же они действительно хотят быть, каким психологом, уже когда закончат обучение на факультете. Следующий блок – это, конечно же, изучение иностранных языков. Факультет психологии предлагает возможность своим студентам изучения двух обязательных иностранных языков. Первый иностранный язык мы изучаем в период с первого по пятый курс, второй иностранный язык мы изучаем в период с первого по третий курс. И если первый иностранный язык в большинстве своем – это английский язык, то вариативность второго иностранного языка здесь достаточно широкая – это французский, индийский, испанский, итальянский, и португальский, и японский язык. Поэтому здесь вот мы еще смотрим на реальный запрос наших студентов и думаем, какие еще возможности, какие еще языки мы можем открывать, если у нас есть соответствующая потребность. В культуре технологии является факультетом МГУ, поэтому, как сказал ректор внутри своего выступления, есть возможность у наших ребят и обучаться в военно-учебном центре МГУ. А вот здесь у психологов есть еще и дополнительная опция. У нас еще и девочки могут обучаться на военной кафедре. В этом году у нас первый раз 23 девчонки, соответственно, наши студентки попали на факультет военного обучения и проходят подготовку там дополнительно, соответственно, к своему образованию на факультете. Поэтому военные психологи, соответственно, будут подготовлены их из числа наших замечательной женской, значит, половины нашего факультета. Ну и про общежитие мы еще обязательно сегодня про него скажем, но здесь тоже важно отметить, что так же, как и тем другим студентам МГУ, студентам факультета психологии, предоставляется проживание в общежитии для тех, кто зарегистрирован далее в пятой тарифной зоне московской железной дороги. Наши ребята проживают в общежитии по адресу улицы Шверника, дом 19. Это общежитие, дом аспиранта и стажера. Вот эти замечательные фотографии. И сейчас я хотел бы вас познакомить с нашей студенткой, студенткой на факультете 2-го класса Екатерина, которая как раз является топором в общежитии и может из первых рук раздать, живет психологом, значит, в общежитии МГУ. Катя, слышите ли вы меня? Здесь ли вы? Слышу. Единственное, почему мне удается включить... Ну, если не удается, ничего страшного. Нам главное расскажите, как вам живется в общежитии, Катя? Я поступила на факультет психологии МГУ в прошлом году. Сейчас я являюсь студенткой 2-го курса. И с момента самого поступления я живу в общежитии. Общежитие наше находится по адресу улицы Шверника, дом 19. Это академический район. В районе есть совершенно все, что нужно для проживания. Нам удобно добираться до факультета, что является очень важным. Дорога составляет минут 45. Есть необходимые пункты выдачи, магазины, поэтому положение очень удобное. Общежитие состоит из трех корпусов. Мы, психологи, живем в первом корпусе. Все психологов селят всегда вместе, и с момента поступления первокурсников стараются заселить вместе. Заселяют в комнаты по 4 человека. Комната довольно-таки большая, места хватает всем. В комнате расположен санузел, что очень удобно. Кухни находятся на этаже. Также на этаже есть возможность пользоваться стиральными машинами бесплатно. Нужно просто записаться в очередь. Также у нас столовая на первом этаже. Есть замечательная столовая, в которой можно питаться с 7 утра до 8 вечера. Поэтому и перед тем, как выйти на учебу, и когда вернулся, всегда можно найти, где поесть. Также есть продуктовый магазин и хозяйственный магазин прямо внутри общежития. Отдельно хочется сказать о том, как факультет психологии помогает жить студентам в проживающем общежитии. У нас есть отдельная комната отдыха, которая организована именно факультетом психологии. Туда нужно записаться. Находиться в ней можно абсолютно бесплатно. Там можно провести время одному, встретиться с друзьями. У нас периодически там отмечают дни рождения, проводят какие-либо собрания. Там есть компьютер, приставка, настольные игры. Поэтому в общежитии всегда можно найти, чем себя занять. Также для того, чтобы учиться, у нас в общежитии есть специальное место, каворкинг, которое оборудовано розетками, освещением, письменными столами, диванами, стульями. Все для того, чтобы можно было проводить какие-то рабочие собрания или просто заниматься, готовиться к экзамену. Недавно в нашем общежитии также открыли спортзал. В том году была открыта музыкальная комната, поэтому возможностей дополнительных действительно очень много. И в общежитии есть своя невероятная атмосфера, единство. Можно познакомиться со многими замечательными людьми, расширить сферу контактов. И общежитие – это уникальная возможность. Поэтому всем, кто живет не в Москве, я очень советую не бояться поступать в Москву и не бояться жизни в общежитии, потому что вы действительно потом будете в теплотой вспоминать это время. Катя, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот студенты-психологи, которые вместе живут в общежитии, готовятся ли вместе к сессии, обсуждают ли какие-то проблемы, связанные с курсовыми работами или какой-то научной тематикой? Есть ли какая-то внутренняя коммуникация на психологические темы среди наших ребят? Да, однозначно есть. Мы вместе готовимся к каким-то экзаменам, коллоквиумам, обсуждаем очень часто. Можем встретиться вместе в столовой или вот как раз в комнате отдыха, когда нам нужно поделиться опытом или проверить друг друга. И особенно помогает то, что в основном селят первокурсников с первокурсниками. И, соответственно, я вот попала в комнату вместе со своими одногруппницами. Это тоже очень объединяет, помогает, сплачивает. Здорово. Спасибо большое, Кать, за ваши впечатления, за ваши ощущения. Я надеюсь, что всем нашим ребятам, кто нас слушает сегодня, кто не из Москвы, кто дальше зарегистрирован, чем пятая тарифная зона Московской железной дороги, захотелось проживать в нашем общежитии. Ну, а мы продолжаем нашу встречу. И напоминаю вам еще раз про возможность такой быстрой профориентации для вас в наших образовательных программах специалитета. Кто еще не успел это сделать, пожалуйста, переходите по ссылке, переходите по QR-коду, отвечайте на простые вопросы. И, значит, узнавайте, какая же из наших программ специалитета вам ближе, какая, значит, ближе вашему сердцу. Коллеги, кто здесь присутствует, кто уже является психологами, тоже попробуйте, пройдите, потом скажете, сошлось ли, значит, ваше ощущение, ваше предпочтение с тем, какое образование на факультете вы получили. Ну, пару слов про науку на факультете. Без науки у нас никуда. Она, наша научная жизнь, достаточно интересная, разнообразная. Я отмечу лишь некоторые самые важные такие аспекты, самые важные, самые значимые наши достижения за последнее время. Ну, во-первых, во время пандемии, когда, как вы помните, вся страна находилась по домам на самоизоляции и под хэштегом «сидим дома», психологи не могли сидеть сложа руки, и поэтому мы находились под хэштегом «исследуем дома» и провели громаднейший всероссийский научный проект вместе со всеми другими психологическими, значит, факультетами нашей страны. Большой-большой опрос, больше нескольких тысяч участников в нем приняли участие, который нам позволил узнать о, соответственно, психологическом состоянии населения нашей страны в период пандемии. Результаты очень интересные. Они в том числе были опубликованы в большой монографии, посвященные, соответственно, вот как раз психологическому сопровождению пандемии. И, кстати, именно эти результаты позволили нам создать новые магистрские программы и новые специализации внутри специалитета, связанные как раз с постковидным сопровождением. Кроме этого, значит, большой-большой проект, реализуемый внутри, в основном силами кафедры психологии образования и педагогики под руководством академика Академии образования Александра Николаевича Вераксы. Александр Николаевич, кстати, совершенно знаковый человек, знаковый персонаж для нашего факультета, потому что он стал обладателем премии президента для молодых ученых 2019 года. И как раз в тот момент, когда получал из рук президента премию, то попросил сделать 2020 год годом науки и технологии. Это решение, 21-й, простите, годом науки и технологии. Это решение было принято. Прошлый год прошел под как раз этим знаменем. И вот сейчас у нас десятилетие науки и технологий, внутри которого психологи очень активно развиваются. Александр Николаевич изучает развитие, значит, физическое развитие детей, занимается вместе с коллегами с факультетом, занимается большим-большим исследованием популяционным, растем с Россией для того, чтобы изучить, как же, кто такой современный ребенок, как же он развивается в современных условиях, тем более такой вот полномасштабной цифровизации. Кроме того, сегодня Виктор Антонович уже об этом упомянул. Факультет психологии не стоит в стороне от реализации программ научно-образовательных школ Московского университета. Это междисциплинарные объединения ученых МГУ, которые работают совместно над общими проблемами. И представители факультета психологии включены активно в работу школы МОЗГ, когнитивные системы, искусственный интеллект, математические методы анализа сложных систем и фундаментальные прикладные исследования космоса. И, кстати, в том числе наши образовательные программы, магистратуры, они тесно связаны именно с реализацией этих школ. И здесь те исследования, которые проводятся, они проводятся не в одиночку, они проводятся вместе с коллегами из других факультетов. Вот видите, например, наше исследование в рамках школы МОЗГ, когда мы изучаем, как влияние ориентации тела человека влияет на то, как он запоминает путь прохождения по лабиринту. Дальше у нас есть, соответственно, пример работы вместе с командой. Вот здесь на фотографиях можете видеть представителей механико-математического факультета, которые вместе с нами, вместе с психологами, изучали изменение активности движения глаз человека в время нахождения сложных элементов, выполнение вертолетом сложных элементов каких-то пилотируемых, для того, чтобы понять, как управляется наша глазодвигательная активность. С Анной вы уже сегодня виделись. И здесь наше взаимодействие в рамках школы Космос по части изоляционных экспериментов, цикл экспериментов Сириус, который реализует Институт медико-биологических проблем Академии наук. Вот представлен здесь их наземный экспериментальный комплекс, внутри которого группа из шести человек вот в последний раз находилась в восьмимесячной изоляции. И факультет технологии имел отдельный, соответственно, подпроект по изучению надежности деятельности этих профессионалов в рамках этого восьмимесячного изоляционного эксперимента. И сейчас наши студенты-аспиранты сядут и обрабатывают полученные данные для того, чтобы узнать, что происходит с надежностью человека как профессионала, который находится в условиях такого длительного имитационного изоляционного эксперимента, имитирующего полеты к другим планетам. Так что вот с научной жизнью, это я лишь показал маленькую верхушку айсберга, на факультете все очень и очень хорошо, и очень, но очень сильно она вариативна. Пожалуйста, поступайте к нам, будете элементами этой самой большой-большой науки. Ну, а сейчас хотелось бы пару слов про студенческую внеучебную жизнь. Я передаю здесь слово нашему блистательному замдекана по внеучебной работе. Наш один из главных медийных персонажей факультета, доцент кафедры социальной психологии и огромный специалист научный в части изучения межпоколенных отношений Александр Маркович Рики. Александр Маркович, пожалуйста. Артем Иванович, вот вы меня так красиво представили, а я на вас обиделся. Вы перечислили столько научных школ и забыли еще одну школу, в которой принимают участие, собственно, сотрудники и преподаватели факультета психологии МГУ, сейчас объясню, друзья, почему это важно. Школа, посвященная сохранению культурного и приумножению культурного наследия, где социальные психологи на факультете играют большую роль. И в частности, в рамках этой школы, не могу не поделиться с вами новостью, в прошлую пятницу в славном городе Золотого кольца Владимире, в рамках проекта Вернацкий Московского университета, вы знаете, что есть такой крупнейший научный проект, было объявлено о создании целого и вообще всероссийского отряда психологической помощи среди студентов российских вузов. То есть сейчас студенты под руководством, под шефством в рамках того, что мы создаем в Московском университете, создают целые отряды психологической поддержки и психологической помощи. И для студентов, в частности, факультета психологии МГУ, и для вас, может быть, как будущих студентов, это интересный такой челлендж, вызов. Вот сейчас вот в непростое время присоединиться вот к такой прямо актуальной важной задачке. Вот сейчас это создается, и мы надеемся, что в ближайшие годы это будет только разрастаться. Но давайте я вам расскажу про, в целом, про внеучебную жизнь на факультете. Знаете, как пока я слушал Артема Ивановича, я вспомнил, что есть такая методика психологическая, интересно, слышали вы кто-нибудь из вас про нее или нет, называется «Линия жизни». Не буду давать много спойлеров, но ее смысл в том, что тебе нужно, по сути, в рамках определенной, так называемой проективной методики, вспомнить ключевые события, охарактеризовать ключевые события, которые с тобой происходили в твоей жизни. Вот, ну, конечно, обычно, что вполне логично, естественно, люди называют какие-то универсальные, знаковые, жизненные ценностей, связанные с ними события. Рождение, создание семьи, влюбленности и тому подобное. Однако я знаю людей среди студентов факультет психологии, и вот это, кстати, кроме всяких шуток, студенты не дадут мне соврать, которые на эту линию событий наносят те события, которые происходят с ними за время обучения. И мы стараемся в рамках неучебного отдела не просто занимать каким-то образом время наших студентов, которые они не посвящают учебе или науке, а мы стараемся именно создавать для них события, то есть то, что ты можешь проживать и то, что может оставаться у тебя глубоко в твоей памяти. И самое главное, ты можешь их сам конструировать, потому что вот ребята, которые здесь присутствовали, и которые находились здесь в зуме, и которые, естественно, с вами, они знают, что много в неудобной жизни будет с студентами, тоже студентов, то есть они учатся создавать эти мероприятия. Все начинается действительно с праздника посвящения первокурсников. Это, наверное, есть во многих, если не в большинстве, вузов, но, наверное, именно у нас мы применяем, прежде всего, именно психологические технологии в создании этого мероприятия. Собственно, все социальные сети наших первокурсников сразу же начинают быть заполнены волшебными фотографиями. Мы не будем раскрывать все секреты, просто скажем, что это то событие, на котором, наверное, хочет побывать и каждый первокурсник. Что дальше? Еще у нас в сезоне, если говорить об осени, то мы проводим сертифицированной Международной Федерацией научных боев в Science Slam, бои Science Slam Psychology. В этом году на него зарегистрировалось более тысячи человек, и у нас несколько десятков, тысячку, 50 тысяч онлайн-просмотров. В этой территории ты можешь получать свои навыки и ученого, о чем только что говорил Артем Иванович, и оратора, и просто почувствовать некоторый драйв, развивая вот эти вот свои всевозможные soft skills, выступая на большой сцене. Я знаю студентку, которая в этом году победила на этом мероприятии, Люду, которая говорила о том, что она сначала услышала о Science Slam Psychology, а потом, собственно, решила поступать в Деплоге. Что еще мы делаем? И что мы делаем летние и зимние психологические школы? Ну, это такая история, которая, мне кажется, идет восходить своими традициями еще к Алексею Николаевичу Леонтьеву. Если вы залезете на сайт факультета, вы увидите красивые фото, на котором видно, только уютным может быть вот такой вот научный неформальный диалог, причем великих ученых и практиков со студентами. У нас есть базы московского университета, мы, кстати, об этом еще сегодня не говорили. Московский университет обладает возможностью для студентов послать их на ухо на юг страны, на наши зарубежные базы. И в том числе там есть пансионаты, отели, в которых мы можем приводить выездные научные мероприятия. Конкурс на ИЛПШ-МГУ стабильно высокий, туда попадают далеко не все, но тем не менее для многих студентов это главное событие года. Ну и, конечно, помимо этого, естественно, я не упоминаю классические, другие развлекательные мероприятия, концерты и праздники, которые мы постоянно проводим, это все вполне очевидно, экскурсии и выезды. Здесь в этом помогает не только я, у нас есть замдекана по воспитательной работе Федора Игоря Чушкова, мы в ТДМе вместе с моим любимым уважаемым коллегой даем мероприятие для студентов и вместе, опять же таки, со всеми желающими студентами, которые готовы это вместе с нами организовывать. Да более того, друзья, вот я бы хотел сказать, что мы абсолютно открыты, уже сейчас, не поступая на факультет, вы можете принять участие, ну что ж, в наших самых ближайших мероприятиях. Ну вот смотрите, перед вами появляются QR-коды, Артем Иванович вас уже приучил к тому, что QR-код, это значит, вы переходите на какой-то тест и вас там будут мучить заполнением чего-то, здесь не надо ничего заполнять, здесь просто подпишитесь, пожалуйста, на паблике и посмотрите, пожалуйста, насколько вам это интересно, вы можете уже сейчас прийти на факультет, влиться в нашу атмосферу. 11 ноября мы ждем вас на нашем мероприятии, которое называется «Вектор карьеры», где молодые выпускники в режиме коротких таких спичей по 10 минут рассказывают о том, кем вообще может работать психолог, каков он путь успеха и путь карьеры вообще в психологии. Мероприятие называется «Вектор карьеры» пройдет 11 ноября. 7-го, то есть уже завтра, надо торопиться и 25 ноября у нас есть киноклуб нашего факультета психологии, где мы смотрим фильмы, если эти фильмы требуют обсуждения только взрослыми людьми, ну то есть 18+, мы заранее об этом предупреждаем. В данной ситуации у нас нет такого грифа ни 7-го, ни 25 ноября, поэтому мы ждем абитуриентов тоже, это оффлайн мероприятие, приходите, только единственное, что напишите нам заранее, чтобы мы могли уладить ваши возможные ситуации с пропусками, все-таки и ковидный режим, и дополнительные ограничения здесь могут быть, поэтому пишите заранее, а так и 7-го и 25-го ноября ждем вас на киноклубах с преподавателями-экспертами, которыми вы можете посмотреть фильмы и потом их прокомментировать. Ну и, наконец, 2-го декабря это новинка нашей внеучебной жизни, у нас есть дебат-клуб факультета психологии, опять же, оттачивание своих навыков конструктивной коммуникации, мне кажется, важным скиллом, важным навыком для психолога. Вот это все только то, что в ближайшее время вас ждет, а так, как вы понимаете, у нас календарь на каждый месяц, в общем, у нас много всего вкусного, сытного, замечательного, интересного, приходите, мы вас очень ждем. Артем Иванович. Спасибо большое, Александр Маркович, но вы знаете, что я знатный манипулятор, поэтому провоцировал вас, значит, на рассказ про психологический отряд. Александр Маркович, я хотел спросить, а вот вы сказали про замечательные мероприятия во Владимире, а вот работают ли какие-то психологические отряды, психологической поддержки на факультете для студентов факультета и университета? Да, Артем Иванович, спасибо. Видите, не сказал, а вы действительно разумно напомнили мне. Дело в том, дорогие друзья, что на факультете существуют и работают, функционируют группы психологической поддержки. Как для студентов факультета, так и наши ребята вышли, собственно, с инициативой на главный студсовет Московского университета, и теперь они функционируют для всего университета. Но тут важно сказать очень такую аккуратную, занудную вещь, что мы прекрасно понимаем, что студенты, психологи не могут, еще являясь студентами с юридической точки зрения, консультировать других людей, да, и заниматься полноценной с юридической точки зрения психологической работой. Хотя, конечно, мы с Артемом Ивановичем, с коллегами понимаем, что многие наши студенты-старшекурсники уже не просто компетентны, а абсолютно уверенно компетентны в этом, но с юридической точки зрения мы их охраняем, да, от этого, чтобы соответствовать всем нормам и правилам. Однако психологическая поддержка – это такая технология, которая может быть освоена. И мы понимаем, опять же-таки, что в некоторой специфической сейчас ситуации многие студенты университета, многие сотрудники университета нуждаются в дополнительной поддержке. Поэтому и у нас на факультете действуют группы психологической поддержки, которые ведут, ну, лучшие из наших студентов специально отобранные для этого. И в рамках университета у нас есть тоже абсолютно бесплатные группы психологической поддержки. Именно поэтому, да, Артем Иванович, мы поехали в Владимир, собственно, поделиться с студентами и коллегами других вузов этим опытом выстраивания этой системы. Ну, надеюсь, что как бы мы в начале этого большого пути, но и, надеюсь, успешного пути, ну, помощи, повышения, что ли, уровня психологического богополучия внутри системы образования. Спасибо большое, Александр Маркович. И в дополнение я бы хотел только заметить, что в университете также функционирует еще и служба психологической помощи, то есть сотрудники и студенты университета могут получить квалифицированную психологическую помощь, а факультет психологии оказывает постоянное научно-методическое сопровождение работы нашей психологической службы. Так что то, что касается повышения уровня психологического благополучия наших студентов и сотрудников, здесь факультет также очень активно в этом направлении работает. Переходим к нашему следующему направлению жизни на факультете, к нашему международному сотрудничеству. Я бы хотел представить еще раз Галину Валерьевну Денисову. Она является у нас заведующим, напомню, кафедрой психологии языка и иностранных языков. Сама реализует итальянский язык, и это один из самых популярных у нас языков на факультете, надо признать. Галина Валерьевна является доктором культурологии и вот координатором по международному сотрудничеству. Галина Валерьевна, пожалуйста, вам слово. Не переживайте, не переживайте, дальше я буду говорить по-русски. Дорогие друзья, от лица кафедры психологии языка и преподавания иностранных языков и от лица международного отдела я вас приветствую на дне открытых дверей. Ну что входит в обязанности международного отдела любого факультета. Это сопровождение иностранных обучающихся, это взаимодействие со всеми студентами факультета в плане координации так называемых программ включенного обучения. Ребят, вы видите, что у нас на нашем факультете обучаются студенты из самых разных стран. И сообразовалась такая очень интересная полеязычная и культурная среда, и делать все свое поддержание, в чем вы убедитесь в самое высокое время. Итак, включенное обучение в зарубежном университете. Когда вы можете поехать на включенное обучение? Начиная с третьего. Что для этого требуется? Высокая успеваемость. И да, и да, и знание иностранного языка. В прошлом году, в весеннем семестре, наши студенты проходили, четыре студентки обучились в университете Осло в Норвегии. Две наши студентки очень успешно прошли обучение в Римском университете Лас-Апьенце. Они же со своей стороны принимали студентов, опять же, из Норвегии, из города Осло и из Германии. Полный список зарубежных университетов, куда ребята могут поехать в этом году, вы можете для ознакомления просто посмотреть на странички МГУ. Антон Фарич, покажите, пожалуйста, страничку. Вот. Вот академическая мобильность, и тут представлен весь веер, да, вот все возможности, куда можно поехать. А мы будем вас ждать, когда вы поступите к нам, начиная с третьего курса, будем оказывать вам помощь и поддержку в выборе программы и в том, чтобы собрать пакет документов. Ну вот, итак, мы с вами договорились, что роль и роль иностранного языка абсолютно важна, ее трудно переоценить для того, чтобы поехать на стажировку. А вообще, для чего изучают иностранные языки? Артем Иванович уже говорил о том, что языков у нас обязательно два на факультете. Более того, в этом году мы открываем, открыли программу дополнительного образования, и наши ребята сейчас записываются, имеют возможность записаться для изучения китайского языка. Итак, вообще, для чего мы изучаем иностранные языки? Верно, для полноценного общения на иностранных языках. И вот, для развития коммуникативных навыков на иностранных языках мы организуем на факультете так называемые языковые клубы, в рамках которых ребята получают возможность неформального общения на иностранных языках. Вот опять, значит, держите в своей головке, что у нас интересна полиязычная и поликультурная среда. Попрошу ответственного за языковые клубы, за студенческие обмены, рассказать о наших мероприятиях и осветить, может быть, некоторые другие адаптивные мероприятия. Слово передаю Ольге Валерьевне Супуновой. Спасибо большое, Галина Валерьевна. Good afternoon, dear students to be, as we all hope today. We are really happy and very-very enthusiastic about your coming to a very small session and presentation of our faculty. Здесь, я думаю, я перейду на русский и очень быстро расскажу про наши внеаудиторные мероприятия, которые мы проводим совместно с психологами. Мы лингвисты, я имею в виду. У нас реализуются разговорные и языковые клубы итальянского языка, испанского, португальского, французского и, конечно же, английского языка. Ребята сами предлагают темы, которые их интересуют для обсуждения, сами выдвигают всякие инициативы просмотра фильмов, организации чаепитий, просто каких-то экскурсий на иностранных языках, которые им хотелось бы самим организовать, поработать немного переводчиками даже, может быть. В общем, мы приветствуем самые разные инициативы. Более того, в этом году мы пытаемся немножечко продвинуть нашу инициативу по возрождению довольно такой старой традиции университетской и организовали мы английский театр, который называется «Глобус». Я думаю, что если вы подумаете, вы поймете, почему «Глобус», аллюзии на кого мы используем в нашем названии. И в первую очередь мы занимаемся постановской фонетики, разработкой определенных маленьких сценок для продвижения коммуникативных разных ситуаций. И, конечно же, главная задача и театра, и клубов, и всяких экскурсий, встреч — это снятие коммуникативного блока, который может быть и который бывает у всех изучающих иностранный язык, и развитие не только soft skills, как Александр Маркович уже рассказывал, но и для развития всяческих коммуникативных навыков именно на иностранных языках, которые изучают наши ребята. Спасибо большое. Я думаю, можно передать слово нашим коллегам. Спасибо большое, уважаемые коллеги. И Ольга Валерьевна у нас, кроме того, что является одним из специалистов по реализации адаптационных мероприятий, еще и начальник первого и второго курса, тот самый человек, который больше всего работает с тентами. Ольга Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот на первом курсе много у нас сейчас иностранных обучающихся? Как у них дела? Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос. Иностранных обучающихся действительно довольно много, порядка 12 человек. Причем география у нас очень широкая. У нас не только ребята из стран СНГ, но также ребята из Китая, из Кореи, из Италии. Очень такая мультикультурная среда. Все хорошо. Ребята адаптированы, интегрированы в среду, ходят на занятия со студентами, у которых русский родной, в общем-то, наравне посещают и всяческие мероприятия, и семинары, и участвуют в неаудиторной деятельности. Конечно, им немножечко сложнее, чем русским студентам, потому что такой сложный комплексный предмет, такой сложной профессии как психология приходится осваивать еще и на иностранном языке. Но все молодцы, все справляются. И самое главное, что у нас очень высокая степень интеграции, интеграции иностранных студентов в среду именно российских студентов. Понятно. Ну, пожелаем им удачи. Спасибо большое, Борярина. Уважаемые коллеги, у нас на этом завершается наш блок, связанный с общей ознакомительной информацией про факультет. Я надеюсь, вы немножко пропитались нашей атмосферой, и сейчас начинается очень важный блок, связанный с тем, как же на факультет психологии именно поступить в 2023 году. Я сейчас вас призываю, всех, кто нас слушает, максимальное внимание, соответственно, в ваше устройство, отложите ваши дела, если вы чем-то занимались, потому что сейчас каждый слайд, каждая фраза, которая будет произнесена, это четкая инструкция, исполнение которой позволяет, позволит вам успешно поступить к нам на факультет. Мы каждый раз во время всех дней открытых дверей произносим одну и ту же фразу о том, что мир устроен так, что поступают в высшие учебные заведения, и на факультет психологии, в частности, Матхотка университета, не самые одаренные зачастую, не самые прозорливые, а самые внимательные, потому что те ребята, которые лучше всего поняли, что требуется от них в части правил приема, в части правил поступления. Поэтому сейчас я передаю слово нашему многоопытнейшему, ответственному секретарю Антону Фаритовичу Гасиму. Он, кстати, кроме того, что секретарь приемной комиссии и занимается олимпиадой в факультете, также еще и глобальный специалист в области переговоров и разрешения конфликтов. Но это так, вам просто дополнительная информация. Антон Фаритович, пожалуйста, ваш самый важный, самый сложный блок, тем более, что в этом году у нас есть нововведение в части приема в 2023 году. Пожалуйста. Спасибо большое, Артем Иванович. Дорогие коллеги, дорогие друзья, давайте мы действительно узнаем, как же стать членом Международной корпорации студентов факультета психологии, как приобщиться к психологическому сообществу, как же все-таки к нам поступить. Совсем недавно, на самом деле уже практически два месяца назад, завершился прием 2022 года, как вчера мы были в наших красавицах-аудиториях и принимали студентов, а сейчас мы уже снова вернулись к нашим образовательным историям, к нашим образовательным траекториям. Но тем не менее, чем закончился у нас прием 2022 года? Как вы видите по этим графикам, у нас традиционный большой интерес со стороны абитуриентов. Мы получили в прошлом году чуть больше полутора тысяч заявлений. В среднем конкурс у нас тоже немножечко через это подрос и был на уровне 15 человек на место. Ну и в целом проходные баллы тоже остались на уровне предыдущих лет. Небольшая коррекция там случилась, но в целом это все в пределах 10% погрешности, поэтому примерные цифры, на которые следует ориентироваться в наступающем году, в наступающем приеме 2023 года, они сейчас тоже перед вами. Что касается изменений, и сейчас я попрошу вашего внимания, обратите внимание на то, что у нас, ну как уже говорил Артем Иванович, есть три специальности, это клиническая психология, психология служебной деятельности, педагогика и психология девиантного поведения, а вот изменения этого года в рамках наших специальностей связаны с тем, что у нас появляются предметы по выбору, предметы по выбору ЕГЭ. Если в прошлые года у нас набор экзаменов был традиционный, был неизменимый, это была русская математика и биология, то в этом году мы пошли по пути разнообразия, по пути вариативности, и вводим возможность абитуриента выбрать предмет ЕГЭ. Биология и русский при поступлении на клиническую психологию все так же без изменений, а вот третьим предметом по выбору, помимо профильной математики, может для вас стать или общество знания, или иностранный язык, то есть это тот предмет, результат которого вы можете выбирать. То есть вы можете сдать фактически все ЕГЭ, и математику, и общество знания, и иностранный язык, а уже нам предоставить тот результат, который вас в большей степени удовлетворяет. Кроме результатов ЕГЭ, и здесь никаких изменений нет, дополнительное вступительное испытание по биологии, оно с нами, это письменный четвертый внутренний экзамен, то есть вот таким образом у вас получается четыре экзамена. Биология, русский, математика, общество знания, или иностранный язык, и письменная биология. То же самое на психологии служебной деятельности, также тот же самый набор экзаменов по выбору, математика, общество знания, или иностранный язык, и здесь, в отличие от прошлого года, у нас немножко нам увеличили количество бюджетных мест, у нас теперь 49 бюджетных мест на психологии служебной деятельности против 47 в прошлом году, но вот тот интерес со стороны абитуриентов, который они из года в год демонстрируют, он и выражается в том, что спрос рождает предложение, и у нас появляются, нам выделяют дополнительные бюджетные места. Педагогика и психология девиантного поведения, там тоже у нас появляется выбор ЕГЭ, если обязательные предметы остаются, это общество знания и русский язык, и с другой стороны, обязательные ДВИ по обществу знанию, то вот третий экзамен ЕГЭ, он остается на выбор поступающего. И здесь тоже это или математика, или, здесь немножко другой набор, история, или биология, или иностранный язык. То есть, рассказываю лайфхак, фактически вы можете сдать экзамены по русскому, обществознанию, математике и биологии, и с этими четырьмя экзаменами вы уже можете начать претендовать на поступление на все наши три специальности. То есть, вот таким, а, еще и иностранный язык туда тоже попадает, и с этим набором вы можете поступать на все три наших специальности. Кроме того, в связи с тем, что педагогика и психология девиантного поведения тоже из года в год пользуются стабильным, возрастающим спросом со стороны абитуриентов, у нас увеличилось количество бюджетных мест, их теперь 18 против 16 в прошлом году. Вот здесь вот прям пометка на полях для себя, поставьте большой-большой восклицательный знак, что изменились ЕГЭ, которые вы можете к нам предоставить. И выбор ЕГЭ у 11-ти классников завершится где-то примерно в январе-феврале, у вас еще есть время подумать, но уже сейчас, понимая, какие есть возможности, вы можете спрогнозировать свою образовательную траекторию, можете расставить свои приоритеты в области высшего образования, и вот тот, ну, уже даже не год, уже чуть больше полугода, которые остаются до поступления, потратить на плодотворную подготовку по тем предметам ЕГЭ, которые вы, соответственно, для себя определите как приоритетные и необходимые для поступления к нам. Что касается лиц с высшим образованием, то у нас здесь все традиционно, у нас есть два вектора, две опции. Первое направление – это классическое, второе – высшее, это шестилетний очный специалитет, и здесь мы реализуем и клиническую психологию, и психологию служебной деятельности. Это только договорные, только платные места, и здесь тоже все еще без изменений тот же самое дополнительное вступительное испытание по биологии в качестве вступительного испытания есть. С другой стороны, мы реализуем и программы магистратуры. У нас она бывает очная, бывает очно-заочная, она же вечерняя. На очном отделении есть бюджетные места, и опять же, в силу того, что наша магистратура набирает популярность среди абитуриентов, нам опять выделили дополнительные бюджетные места, у нас опять увеличилась возможность обучения за счет финансирования из средств федерального бюджета, то есть мы большее количество людей в магистратуре сможем обучить фактически бесплатно. Но традиционно для поступления в магистратуру требуется и необходимо, даже несмотря на то, что это второй высший, магистратура и все прочее, сдавать вступительные испытания. У нас два вступительных испытания. Одно по психологии, второе по иностранному языку. Я подчеркиваю, что это именно по иностранному языку, а не только по английскому языку, потому что поступающие в нашу магистратуру могут сдавать, выбирать в качестве сдаваемого языка и английский, и французский, и немецкий, и итальянский, и испанский языки. Практически все основные европейские языки доступны для сдачи в качестве вступительного в магистратуру. Аспирантура. Наивысшая ступень образования. Подготовка к защите кандидатской, а впоследствии будем держать за вас кулачки, еще и докторская диссертация. Есть, как уже говорила Ольга Григорьевна, и у нас психологические науки, и педагогические науки. Вступительные испытания там тоже свои. Это или специальность, в зависимости от той направленности, которую вы выбираете, и философия, и иностранный язык. При этом обычно специальность сдается письменно, иностранный язык письменно, а вот философия – это устный предмет, когда к нам приходят наши коллеги с философского факультета и обстоятельно изучают те знания, которые демонстрируют абитуриенты в нашей аспирантуре. Что касается сроков. Когда все это будет происходить? Фактически приемная кампания даже в своей активной фазе существует летом. Прием заявлений начнется 20 июня, и для тех, кто поступает на специалитет, он закончится 10 июля. Для тех, кто поступает в магистратуру, прием заявлений, прием документов пройдет с 20 июня по 20 июля. И на этом первый блок приема мы завершим. Мы примем ваши документы, мы примем ваши заявления. Чуть позже я расскажу, какие документы нам потребуются, какие документы вам следует предоставлять. После окончания приема заявления наступает второй самый ответственный этап – это вступительные испытания. Это вот те самые дополнительные вступительные испытания для специалитета и экзамены в магистратуру. Они у нас немножечко разнесены по времени. В 10 числах июля мы проведем экзамены в специалитет. В 20 числах июля мы проведем экзамены в магистратуру. Будем надеяться, что вы успешно продемонстрируете там свои знания и умения, и полученные вами результаты. А на всякий случай обращу ваше внимание на то, что все вступительные испытания в университет оцениваются по 100-бальной шкале, ЕГЭ по 100-бальной шкале, и наши вступительные испытания тоже по 100-бальной шкале. Все результаты потом будут суммированы, и по результатам ваших экзаменов будут опубликованы ранжированные списки, в котором все абитуриенты будут проранжированы в соответствии с их результатами. После этого мы в начале проведем 28 июля приоритетное зачисление. Это мы зачислим тех ребят, которые являются победителями и призерами Олимпиад, или которые поступают в рамках квоты. У нас есть особая квота, у нас есть специальная квота, у нас есть целевая квота. Изменения этого года связаны с тем, что наконец-то порядком приема установлены единые сроки окончания приема оригиналов и, соответственно, зачисления. Это будет 28 июля, 12 часов, полдень, по московскому времени. Для всей страны дата и время, наконец, унифицировали, и это единый момент. 28 июля, 12.00. А потом мы проведем основное зачисление на оставшиеся бюджетные места. Мы зачислим всех ребят, которые проходят к нам по рейтингу. Это произойдет 3 августа. Тоже в 12 часов дня. В 3 августа в 12 часов дня произойдет магия, в ходе которой все подавшие заявления, все проходящие по конкурсу на соответствующие места из абитуриентов превратятся в студентов Московского университета. Далее уже в рабочем порядке будут, конечно, разумеется, изданы приказы о зачислении. Все это будет формализовано. Но вот 12 часов 3 августа это тот момент, самый ответственный момент, наверное, такая вот самая высокая точка приемной комиссии, в которую как раз таки произойдет зачисление на бюджет. Ну а потом уже спокойно и планомерно в течение всего августа мы будем вести работу по заключению договоров, по зачислению на договорные места и на все вот это у нас будет практически целый месяц. А уже 1 сентября 23-го года все зачисленные в число студентов Московского университета ребята впервые вступят в стены университета, послушают прекрасную актовую речь ректора в изумительном, совершенно недавно отремонтированном, огромном актовом зале Московского университета, вот в той самой высотке на Ленинских горах. Это, вы знаете, такое захватывающее ощущение, когда ты находишься в этом зале, он обладает прекрасной акустикой, он великолепный. Это вот одно из тех мероприятий, которое, как подметил Александр Маркович, можно вписать в свою память о Московском университете. Вот это ощущение сопричастности с таким, не побоюсь этого слова, великим образовательным центром нашей страны. Ну, отойдем от таких красивых слов, да, к бренности формальных вопросов и какие необходимые документы вам потребуются для поступления к нам. Собственно говоря, документов этих не так много. Это документ, удостоверяющий вашу личность, паспорт фактически. Это документ о вашем предыдущем образовании для поступающих на специалитет после школы. Это аттестат для поступающих на программы магистратуры и программы второго высшего. Это диплом о предыдущем образовании. Коллеги, кто поступает в магистратуру, поставьте себе галочку о том, что вам необходимо проверить, не утеряно ли приложение к вашему диплому. Потому что приложение – это такая же неотъемлемая часть, как и сам диплом. Они друг без друга не существуют и существовать не могут. Поэтому, если вдруг вы не можете его найти, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы его восстановить. Это совершенно несложно, но очень нужно. Кроме того, потребуется номер вашего индивидуального страхования, вашего СНИЛСа. Это тот документ, который будет идентифицировать вас во всех системах приема заявлений. И потребуется обычная стандартная фотография размера 3х4 формата, как на паспорт. Обычно без каких-то помех на фоне. Поэтому, если это фотография из вашей последней поездки по курортам страны и мира, то, наверное, это не самое лучшее, что нам подойдет. Потому что это фотография, которая будет вклеена в ваш студенческий билет и на ближайшие 6, а для кого-то 2 года, это будет ваш документ, подтверждающий ваш статус студента. Поэтому позаботьтесь просто об обычной стандартной классической фотографии. Результаты экзаменов ЕГЭ для поступающих на программы специалитета. Напоминаем, что ЕГЭ действует 5 лет. Поэтому в этом году, в 23 году, мы будем принимать результаты ЕГЭ, полученные в 23, 22, 21, 20 и, соответственно, в 2019 году. Результаты ЕГЭ прошлых, 18 и так далее лет, они уже сгорают, они уже недействительны. Поэтому, если вы выпускник прошлых лет, и у вас, вы понимаете, что ЕГЭ были сданы достаточно давно, позаботьтесь о том, чтобы пересдать ЕГЭ. Сейчас тоже, до февраля-марта, идет запись на сдачу ЕГЭ. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Для тех, у кого есть индивидуальные достижения в виде результатов значков знака отличия «Готов к труду и обороне», тоже, пожалуйста, необходимы документы, это подтверждающие. И это будет для вас при поступлении на программы специалитета расценено, как ваше индивидуальное достижение вы получите дополнительные баллы. Вообще, при поступлении на специалитет существует три индивидуальных достижения. Первое – это аттестат с отличием. Если прямо в нем, такими буквально золотыми буковками написано, что он с отличием, то это даст вам дополнительно 6 баллов. Если у вас есть значок ГТО, соответствующий возрастной группе, то это будет расценено, как два дополнительных балла. И наличие итогового сочинения – это то, что ученики 11 классов пишут в декабре, как допуск к ЕГЭ по русскому языку. Так вот, это сочинение тоже даст вам два дополнительных балла. Ну и маленькая заметочка на полях. Для тех, кто поступает на педагогику психологии девиантного поведения, поскольку это одно из направлений социальной работы с людьми, там требуется дополнительный предварительный медицинский осмотр. Информация об этом тоже размещена на нашем сайте. А я обращаю ваше внимание на то, что на каждом слайде нашей сегодняшней презентации есть все контакты приемной комиссии и сайт с самой официальной информацией, и телефон, и почта. Так вот, на этом чудесном сайте с самой официальной информацией есть как раз и данные о необходимых медицинских осмотрах для поступающих на педагогику и психологию девиантного поведения. Для клинической психологии и психологии служебной деятельности это не требуется. Таким образом, вы можете подать документы. Виктор Антонович сегодня об этом говорил, мы лишь скромно напоминаем. Способов приема заявлений фактически четыре. Вы можете это сделать через систему дистанционной подачи документов, через наш внутренний сервис web-анкета.msu.ru Вы можете прийти лично в приемную комиссию, которая будет располагаться в Москве на улице Маховая, Дума 11, строение 9, и подать документы с помощью наших сотрудников, либо вы можете воспользоваться суперсервисом поступления в ВУЗ онлайн портала госуслуги, либо вы можете отправить документы, так сказать, по старинке, почтовым отправлениям через службу почты России. Ну, опыт подсказывает, что гораздо удобнее это сделать или через web-анкету, или через личное присутствие в университете. Тогда все ваши документы будут оперативно приняты, проверены, и если вдруг у вас будут какие-то ошибки, такое бывает, человеческий фактор никто, конечно, не отменял, то эти все вещи будут максимально быстро и оперативно скорректированы. Ну и вот, безусловно, мы находимся в максимально цифровизованном веке, и вот в прошлом году, в 22-м году, уже ни один абитуриент к нам на факультет заявления посредством Почты России не подавал. Если до этого были всегда, ну, до десятка заявлений, которые приходили Почтой России, то вот 22-й год, это такой год, когда ни одно заявление Почтой России нами получено не было. Ну, вот такое не очень важное, но, тем не менее, наблюдение по итогам 22-го года. Что еще? Конечно, существуют и альтернативные способы поступления на факультет, помимо сдачи экзаменов, и такой альтернативный способ, он, конечно, один, и это называется Олимпиада. Ребята, являющиеся победителями и призерами различных Олимпиад, имеют различные льготы при поступлении на факультет, и у нас уже, опять же, на сайте размещена большая объемная таблица по всем Олимпиадам и по всем льготам, которые они дают, поэтому, пожалуйста, посмотрите. Ну, а мы говорим о том, что у нас проводится наша факультетская Олимпиада по психологии. Это единственная Олимпиада в стране, которая является Олимпиадой первого самого высокого уровня, единственная, подчеркиваю, и именно эта Олимпиада позволяет вам в 11 классе, если вы станете победителем и призером заключительного этапа, получить льготу в виде поступления на факультет без вступительных испытаний, ну, при наличии там минимальных необходимых баллов по экзаменам ЕГЭ и по профильным предметам соответственно. И обращаю ваше внимание, это опять такая большая-большая галочка на полях Олимпиады школьников уже в этом году идет. В этом году отборочный этап, а Олимпиада состоит из отборочного и заключительного этапа, так вот отборочный этап начнется уже совсем скоро, через три недели, 27 ноября, и завершится он 4 декабря. Олимпиада проходит на портале Олимпиад Московского университета, и здесь вот, смотрите, зелененьким специально для вас написана ссылка, прямая на нашу Олимпиаду, уже сейчас на нее можно регистрироваться и подавать заявку для участия, а 27 ноября дистанционно из дома в спокойной, комфортной атмосфере для вас начнется отборочный этап. Победители и призеры отборочного этапа будут приглашены к участию в заключительном этапе, который состоится уже весной 23 будущего года, а вот победители и призеры того самого заключительного, весеннего этапа, они уже как раз и будут теми людьми, которые получат льготу при поступлении к нам на факультет. Безусловно, мы не забываем о наших магистрах, у нас есть и универсиада, это такая же олимпиада, только олимпиада проводится для школьников, а вот универсиада проводится для тех, у кого уже есть высшее образование или кто его в настоящий момент получает, то есть для тех людей, которые хотят и претендуют на поступление в нашу магистратуру. Олимпиада будет в начале, универсиада, простите, будет в начале следующего, 23 года, и вот победители и призеры олимпиады получат такую льготу, как 100 баллов на вступительном испытании по психологии. То есть фактически им останется только сдать положительно на хороший результат иностранный язык, и они будут зачислены к нам в магистратуру. Традиционно из года в год примерно 5-6 человек поступают к нам, используя вот эту льготу универсиады в виде 100 баллов, поэтому мы, наших дорогих магистров, тоже призываем обратить внимание и не забыть про то, что у нас существует такая опция, как универсиада. Я надеюсь, что я тезисно, четко и по возможности максимально понятно постарался вам объяснить, как будет реализовываться прием будущего года. Напоминаю, что приемная комиссия существует не только летом, не только в июне, июле, и августе, она работает всегда, практически без прерывов и даже иногда без сна. Вот основные контакты связи с нами это почта, это телефон, это сайт, на котором размещена вся актуальная и самая необходимая информация для наших абитуриентов. И помимо мантры про поступай линии самых внимательных, вторая мантра приемной комиссии это то, что вся информация актуальная размещена на сайте, потому что очень часто бывает ребята приносят откуда-то с каких-то агрегаторов, с каких-то порталов, с каких-то иных источников информации о поступлении к нам, и это настолько противоречивая и настолько отличная от реальности информация, что нам даже иногда становится немножко не по себе, где же такое написано. Поэтому призываю вас использовать только проверенные источники, это сайт факультета или сайт центральной приемной комиссии, там размещены все выверенные нормативно правильные требования о том, как осуществляется перевод, осуществляется прием, и есть также телефон, и есть почта, по которыми с нами можно связаться, мы всегда на связи, поэтому, пожалуйста, остаемся с вами в контакте, ждем вас летом при поступлении, спасибо, и в конце, когда у нас будет блок условно-очного интерактивного взаимодействия, я тоже отвечу на ваши вопросы, если они у вас появились. Спасибо большое, Антон Фаритович. Уважаемые коллеги, вот сейчас было много информации о такой приеме, вы можете ее немножко переварить, и вот я вижу, уже в чате появились вопросы, пожалуйста, задавайте их, мы по окончанию нашей вот сейчас презентации вам обязательно на них на все дадим ответы. Ну, значит, кроме того, что необходимо знать для поступления, все формальные даты, необходимые документы, необходимые ЕГЭ, мы еще хотим вам сказать, что есть два таких блока, связанных с дополнительной профессионализацией вас и дополнительной подготовкой к нам на поступление. Ну, что касается вашей профессионализации как психологов, то здесь мы вам напоминаем, что у нас существует на факультете школа юного психолога, это специальная программа дополнительного образования, в ходе которой ребята знакомятся с психологией, будучи школьниками, понимают, какое из направлений им ближе, чем они больше хотят заниматься. И вот сейчас еще есть возможность попасть в последний, что называется, вагон уходящего поезда школы этого года для 11-ти классников. Пожалуйста, кто хочет еще из 11-го класса принять участие обучиться в школе юного психолога, пожалуйста, пишите на вот эту почту, мы вас обязательно в нее примем. Кроме этого, вообще говоря о программе дополнительного образования, здесь надо сказать, что факультет имеет крайне вариативную палитру различных этих программ, мы проводим отдельные дни открытых дверей по дополнительному образованию, но если вдруг сейчас кто-то из вас здесь присутствует, кому это интересно, то адресуем вас на наш соответствующий сайт, на соответствующий раздел программы дополнительного образования, чтобы выбрать ту программу, которая ближе, ближе к вам. И отдельно в блоке программы дополнительного образования У нас существует программа подготовки для школьников, которые помогут им лучше поступить, наши подготовительные курсы. Я передаю слово здесь нашему гуру подготовительных курсов факультета психологии, Ольге Васильевне Зубакиной. Ольга Васильевна тот человек, который ведет индивидуальную, по сути, работу с каждым, кто обучается на этих курсах, для того, чтобы довести непосредственно человека до поступления к нам на факультет. Ольга Васильевна знает всех, без исключения ребят, которые учатся на закрепительных курсах, поэтому это такой особый, очень интересный отдельный мир в части их подготовки, подготовки абитуриентов, поступающих к нам на факультет. Ольга Васильевна, пожалуйста, расскажите про то, какие курсы у нас есть, которые могут помочь ребятам, чтобы стать нашими студентами. Большое спасибо, большое спасибо, Артем Иванович, за столь представительное представление, извините за тавтологию. На самом деле, то дело, которое мы делаем, делаем много лет для наших школьников, делаю не только я, делают все мои коллеги, включая тех, которые здесь сегодня сейчас с нами, это серьезная работа, которая связана с повышением готовности школьников к выбору будущей профессии, это, безусловно, личностное развитие, и, конечно, это повышение качества подготовки по нашим профильным дисциплинам. Как вы уже слышали сегодня от моих коллег, в частности, очень подробно все нам рассказывал Антон Фаридович, изменились или появилась большая возможность выбора между предметами, по которым вам можно приносить ЕГЭ и стать, соответственно, абитуриентом, а в будущем, естественно, и нашим студентом. Вот такая системная работа с ребятами, с повышением этой их готовности к самоопределению, к осознанному самоопределению, начинается у нас уже с девятого класса. И мы для девятиклассников подготовили также программы по нашим профильным дисциплинам, которые многие годы уже идут занятия. Это подготовка, прежде всего, конечно, к ОГЭ, по дисциплинам школьного курса, ну, в основном это математика и биология. Годовые курсы у нас существуют по подготовке к ЕГЭ, которые есть по всем нашим дисциплинам и одновременно же являются подготовкой, то есть там проходит подготовка и к сдаче ДВИ. То есть это десятый и одиннадцатый класс, соответственно. Помимо вот этих программ, связанных с предметной составляющей, важным моментом является наличие различных дополнительных развивающих и просветительских, я бы назвала так, мероприятий. Это тренинговые профориенционные мероприятия. И как отдельный проект у нас существует проект психологических студий, то есть это бесплатные мероприятия для ребят, которые пришли к нам на курсы и обучаются, выбрав один или несколько предметов. И преподавателями, мастерами, скажем, работающими на этих курсах являются не только наши коллеги с наших кафедр, но это и студенты старших курсов, это магистры, это аспиранты. Поэтому такая преемственность, связь поколений, она существует на факультете долгие годы. Помимо того, что у нас существуют вот эти курсы, которые связаны с подготовкой ОГЭ и, простите, ЕГЭ, начинающихся с октября по май месяц, вот видите, тут 31 мая включительно, в зависимости от того, в какой день проводятся занятия, у нас также и девятые классы, и десятые, одиннадцатые классы участвуют в этом проекте. Соответственно, поэтому эти курсы уже сейчас взяли старт, уже прошло чуть больше месяца, когда идут занятия, но тем не менее, эта программа рассчитана на объем на 90 часов, то есть 30 недель по 3 часа один предмет. Вот эти 90 часов у нас укладываются по май месяц включительно. Стоимость этой программы вы тоже видите на экране, она сохраняется прежней 50 400 рублей, соответственно. Можно для тех ребят, которые не смогли в силу каких-то обстоятельств попасть на эти годовые курсы, есть возможность прийти на курсы интенсивной подготовки. Вы видите здесь на слайде, что объем программы этих курсов также составляет 90 академических часов. Стоимость также та, которая у нас с октября месяца, то есть на годичные курсы. И вот все предметы, также профильные, которые у нас есть, о которых мы говорили, они на этих курсах представлены. И важно еще сказать о том, что есть экспресс-курсы, которые уже начинают проходить после того, как вы получаете аттестат о среднем образовании, и с 1 по 10 июля, то есть до момента, когда начнутся вступительные испытания по ДВИ, у нас есть вот такие курсы. Важно сказать, что все подготовительные курсы, все предметы на подготовительных курсах ведут наши коллеги-представители других профильных факультетов. Ну и вот в частности этот, пользующий большой популярностью экспресс-курсы, как обычно проводят наши коллеги с биофака. Есть возможность участия в этих программах, как, это сейчас я про экспресс-курсы, как в очном режиме, так и в дистанционном режиме для ребят, которые у нас поступают из регионов. Соответственно, для тех ребят, которые хотели бы повысить свои знания по какому-то отдельному разделу, мы их называем модули, ну, допустим, из биологии, скажем, пятый класс, давно забытая программа, все хорошо помню, остальные разделы, а вот с ботаникой как-то не дружил. И поэтому можно выбрать на нашем сайте, есть перечень по каждой дисциплине вот таких модулей. Продолжительность одного модуля, объем одного модуля 24 часа, это порядка 8 недель занятий по 3 часа. Соответственно, более подробно познакомиться с перечнем этих модульных курсов вы можете на представленном на слайде, соответственно, по ссылке, представленной на слайде. То есть такая программа востребована. Начало работы по этой программе по факту сформированности группы. Антон Фаридович, спасибо. И здесь этот курс проводится совместно преподавателями биологии, простите, с биофака нашего факультета, которые знакомят с нейрофизиологическими особенностями тех или иных процессов и явлений. И наши коллеги-психологи проводят уже такие тренинговые занятия, делясь и тот, и другой преподаватель полезными лайфхаками, которые можно эффективно использовать для того, чтобы гармонизировать свое пространство, узнать о себе, о своих близких, что-то большее. Поэтому часто, приходя на курсы школьники, вот к этим курсам таким для родителей присоединяются и члены их семей. Ну и вот здесь на этом слайде представлены, как вы видите, разные названия тренинговых программ, продолжительность которых, она разная соответственно. Вы можете выбрать ту или иную программу, вся регистрация на все программы проводится на сайте, есть такая ссылочка «Предварительная запись», где вы заполняете веб-форму, это сообщение приходит к нам, и мы сразу же в течение этого дня отвечаем на ваше письмо, отвечаем вам, что уже регистрация прошла и прошла успешно, и дальше уже предметно работаем персонально по каждому вашему запросу. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Коллеги, ну, я думаю, что если у кого-то есть дополнительные вопросы, то вот всегда Ольга Васильевна будет по тем контактным данным, которые сейчас представлены на слайде, с удовольствием быть готова на них ответить. Программ еще раз скажу очень много, так что здесь можно каждому выбрать свою и по длительности, и по стоимости, и по, самое главное, по тому содержанию, которое нужно. Конечно. Уважаемые друзья, вот вижу, что поступили от вас вопросы, мы сейчас на них начнем отвечать. Пожалуйста, если у вас будут появляться новые, то задавайте в чат или голосом, как хотите. Давайте мы начнем с вопросов тех, которые уже присутствуют в чате. Значит, я буду какие-то вопросы переадресовывать моим коллегам, но какие-то буду вам отвечать сам. Ну, начнем. Первый вопрос. Здравствуйте. Есть ли возможность получить переквалификацию на основе высшего образования? Какие условия поступления? Екатерина, значит, тут и все остальные. Тут ситуация такая, что у нас существует на факультете значительное количество программ дополнительного образования. В том числе есть программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. В зависимости от программ, там немножко отличаются требования по тому, чтобы на них зайти. Ну, например, есть программы профпереподготовки для психологов, которые требуют изначально базового психологического образования для того, чтобы можно было на них обучаться. Поэтому я вас адресую на этот наш сайт, связанный с... Антон Фаридович, покажите нам, пожалуйста, вот еще раз ссылочку на наш раздел, связанный с программами допобразования, где вы можете ознакомиться со всеми программами и конкретными требованиями, связанными с ним. Вот, пожалуйста, QR-кодик и ссылка на этот ресурс. Антон Фаридович, дальше вопрос к вам. Сдать базовую математику обязательно, но можно выбрать профиль или профиль обязательный. Поступление на специалитет клинической психологии. Значит, ответ такой. При поступлении на факультет и в широком вообще заходе при поступлении на любое высшее учебное заведение, если требуется математика, то эта математика обязательно профильная. Поэтому с базовой математикой вы можете только выпуститься из школы, но поступить с ней вы не можете. Поэтому вам необходимо обязательно сдавать профильную математику, если вы хотите использовать этот экзамен в качестве одного из своих вступительных. Отлично. Дальше следующий вопрос. Можно ли пройти переквалификации, имея другую специальность, в частности, направление менеджмента? Ну, то есть вот то, что и первый раз я говорил. Пожалуйста, посмотрите на конкретные требования конкретных программ дополнительного образования, программ повышения квалификации. У нас есть программы, на которые можно, соответственно, поступать, имея и непсихологическое базовое образование. Снова вопрос в приемную комиссию. Подскажите, пожалуйста, за итоговое сочинение, написанное в 2018 году, даются дополнительные баллы, Антон Павлович? Итоговое сочинение, как и ЕГЭ, действует пять лет. Соответственно, второй, первый, нулевой, да, 2018 год подходит еще. Отлично. Вы как-то разделяете второе высшее образование и магистратуру? Магистратура при имеющемся первом высшем образовании считается вторым высшим образованием. Коллеги, смотрите, тут есть некоторая такая игра слов, может быть, связанная с тем, как определены, как определена структура образования в законе об образовании. Вот, во-первых, вот этот второе высшее образование, это некоторая такая сленговая, да, некоторая конструкция, потому что, значит, речь идет о том, что есть уровень образования магистратуры, есть уровень образования бакалавриат, есть уровень образования специалитета. Значит, если человек имеет уже законченное высшее образование, полное, например, специалитет или бакалавриат плюс магистратура, он может на контрактной основе поступать еще дополнительно в магистратуру и получать ее. Если человек имеет, например, высшее образование только уровня бакалавриата, то имеет право поступать в бюджетную магистратуру. Поэтому, ну, как такового, значит, вот между... здесь такого разделения нет. Значит, что еще бывает? Еще бывает трек, связанный с получением, ну, вот, так называемого второго высшего, когда люди поступают снова в специалитет. Такое тоже можно, и у нас такое тоже иногда практикуется. То есть лица, имеющие уже высшее образование, поступают вновь на программу полностью высшего образования, но шестилетнюю специалитет и учатся вместе с тентами первого курса. Такой трек тоже присутствует. Какой примерный конкурс в этом году был на магистрские программы? Ну, на магистрские программы был достаточно высокий конкурс, порядка 11 человек на место в этом году у нас в магистратуре интерес был со стороны наших абитуриентов. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли шанс перевести сплатное обучение на бюджет? Есть, такой шанс есть. Для того, чтобы студенты переводились сплатного на бюджет, необходимо выполнение двух условий. Первое. Необходимо наличие свободных бюджетных мест на том курсе, на котором обучается студент. И второе. Необходимо, чтобы две последние сессии были закрыты только с оценками 4-5. В этом случае, если есть некоторое количество таких студентов, которые удовлетворяют этим условиям контрактных, то они претендуют на некоторое количество свободных, значит, бюджетных мест на курсе. И те из них, у кого средний балл за обучение выше, соответственно, в этом соревновании побеждают и переводятся сплатного на бюджет. Ну, надо сказать, что где-то каждый семестр у нас так 1-2 человека с контрактного на бюджет переходит. Вопрос интересный. Очень в приемную комиссию. Существует программа СБРЗ для школьников. Там на сайте написано, что дается 10 дополнительных баллов при поступлении в университеты, в том числе МГУ. Так ли это? Антон Фаритович. Ну, в соответствии с правилами приема существует только три индивидуальных достижения, которые дают дополнительные баллы. Это, как я говорил, наличие аттестата с отличием, наличие знаков отличия готов к труду и обороне и индивидуальное достижение, связанное с итоговым сочинением. В правилах приема про программы СБРЗ на данный момент информации нет, поэтому я бы скорее сказал, что при поступлении к нам эта программа индивидуальных каких-то дополнительных баллов не дает. Но, может быть, есть какие-то другие факультеты и какие-то другие вузы, которые каким-то иным образом конвертируют такое достижение. У нас скорее нет. Нет. Отлично. Знаю, что есть летняя психологическая школа в МГУ. Подскажите, будет ли сертификат участника котироваться при поступлении? Нет, коллеги, в соответствии с правилами приема сертификат, значит, летняя психологическая школа, по ее итогам у нас ребята получают сертификат о прохождении общеобразовательной программы дополнительного образования и каких-либо дополнительных бонусов и льгот формальных при поступлении подобные, значит, сертификаты не имеют. Здравствуйте. Насколько возможно в этом году поступить на бюджет по общему конкурсу с учетом нынешней ситуации с льготами для жителей Донбасса? Давайте разведем вопрос на две части. Первая часть, в принципе, всегда возможно поступить на бюджет, главное принести необходимые документы и сдать необходимые экзамены. Что касается льгот для жителей Донбасса, Антон Фаридович, подскажите, какая у нас в этом году ситуация по поступающим? Ответ пока такой. В прошлом году, действительно, в 21 году были правительством определены льготы для поступающих, которые проживают на территориях ЛНР, ДНР, Украины, но они были одногодичные, только были в прошлом году. В этом году пока никаких изменений, связанных с льготами для поступающих с Донбасса у нас в данный момент правительством не определены. Возможно, ближе к весне, как и в прошлом году ближе к весне, появятся какие-то дополнения в порядок приема и, соответственно, в правила приема, но вот на сегодняшний день каких-то особых особенностей я вам рассказать не могу. В прошлом году были, в этом году пока еще, а может быть и вообще еще нет. Есть ли подготовка к вступительным испытаниям для выпускников 2000 года с высшим образованием данного профиля для поступления в магистратуру? Значит, коллеги, у нас есть подготовительные такие небольшие программы, мы их запускаем в конце мая, начало июня для поступающих в магистратуру, так называемый экспресс-подготовка к вступительным в магистратуру. Экспресс-подготовка к, значит, сдаче психологии и иностранного языка. Эта информация у нас появляется на сайте весной, ближе уже именно к реализации вступительной кампании магистратуры. Здравствуйте, планирую поступать на факультет психологии, специальность клиническая психология. Русский и биологию сдаем обязательно, а математика, профиль обязательно или по выбору предусмотрена ли стипендия? Значит, математика, профиль может быть, либо при поступлении в клиническую психологию может быть иностранный язык ЕГЭ, либо общество знания ЕГЭ, так что здесь вот вы правильно говорите русский и биология обязательно, а математика вы выбираете или математику, или общество знания, или иностранный язык. Если поступаете на бюджет, то стипендия обязательно предусмотрена, если будете учиться без, соответственно, двоек, то стипендия будет вам выплачиваться. И без двоек и без троек, то стипендия будет вам выплачиваться. Артем Иванович, прошу прощения, я еще вот прямо специально коллеги-абитуренты подчеркиваю, что предмет по выбору, там обязательно нужно выбрать какой-то один из предметов. То есть, это не означает выбирать вообще или не выбирать вообще, а здесь просто один из трех, или при поступлении на педагогику и психологию девиантного поведения один из четырех, обязательный. Да, совершенно верно. Артем Иванович, заключительный этап Олимпиады Ломоносов в этом году, как планируется, дистанционно или очно? На данный момент, в соответствии с порядком проведения Олимпиады, он прописан и запланирован как очный. Одновременно с этим, поскольку, как мы все понимаем, горизонт планирования нашей жизни, он не очень далекий, вполне возможно, что и ближе к заключительному этапу будут опять внесены какие-то изменения, которые изменят формат. То есть, на данный момент мы ориентируемся на то, что, может быть, он, наконец, вернется в очный формат, но, опять же, я не берусь это со стопроцентной вероятностью утверждать. Диплом заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников чему равен, коллеги? Диплом всероссийского заключительного победителя, значит, заключительного этапа в СЕРОСА равен поступлению без вступительных испытаний на факультет. У вас тоже может быть копеек, связанные с тем, что профили Всеросса должны быть по биологии или математике или обществознанию. Вот это те три Всероссийских Олимпиады, которые, да, дают вам зачисление без вступительных испытаний. И обратите внимание, что Всеросс действует четыре года. То есть, если вы в течение четырех лет получили диплом победителя призера Всероссийской Олимпиады школьников, вы можете быть зачислены. И, Антон Павлович, подскажите, если есть, значит, достижения в области спорта, положены ли дополнительные баллы, например, за то, что человек является кандидатом в мастера спорта? Нет, за то, что человек имеет кандидатство в мастера спорта, это не является индивидуальным достижением. Там действительно спортивное индивидуальное достижение, оно достаточно широко расписано в правилах приема. Там есть и вещи, связанные с победой или призерством на Олимпиадах, или вхождение в олимпийские сборные. Но вот кандидатство в мастера спорта индивидуальных достижений не является, и баллов, к сожалению, на данный момент пока не дает. А что вы скажете, Антон Павлович, про итоговое сочинение? Баллы за итоговое сочинение дают за его наличие, или нужны определенные критерии для того, чтобы получить эти дополнительные баллы? Ну вот последние, наверное, уже три или даже, может быть, четыре года Московский университет начисляет баллы за сам факт наличия этого достижения. Действительно, когда оно только появилось, наши дружные коллеги с филологического факультета брали на себя повышенные обязательства и перепроверяли все эти сочинения, все более десяти тысяч сочинений, но трудозатраты оказались, конечно, посильные, но несоизмеримые с результатом, и поэтому уже несколько последних лет баллы начисляются автоматически за факт наличия этого сочинения. Понятно. Хочу поступить на факультет, специальность клиническая психология, видимо, специализация психотерапии, психоэлитическая психология. Сдаю биологию русской и профильную математику. Что мы делаем с существознанием? Ничего. Если вас устраивает ваша профильная математика, то ничего. Вы приносите в качестве ЕГЭ набор русский, математика, профильная и биология, и потом сдаете ДВИ по биологии, и, соответственно, поступаете с таким набором ЕГЭ. Какой конкурс для очно-заочной магистратуры на договорной основе? Коллеги, в прошлом году конкурс на вечернюю магистратуру порядка 10 человек на место был, и у нас вечерняя магистратура, она только контрактная, там бюджета нет. Значит, хочет уточнить наш абитуриент. Я могу выбрать не профиль по математике, а общество знаний или иностранный. Соответственно, для выпуска из школы я сдаю базу. Да, совершенно верно. То есть для выпуска из школы вы сдаете базу, а дальше к нам уже несете ЕГЭ по обществу знаний или по иностранному, если поступаете на клиническую психологию или психологию служебной деятельности. Подскажите, пожалуйста, примерный план действий, который необходим для перепоступления из одного вуза в ваш на бюджет. Значит, план действий следующий. Летом в рамках приемной кампании вы приходите к нам в приемную комиссию, пишете соответствующее заявление о том, что планируете перевестись, собираетесь перевестись на другую специальность. После этого вы допускаетесь к сдаче аттестационных испытаний по трем предметам. Ну, например, если вы хотите к нам на клиническую психологию, то вам нужно будет сдать психологию, психофизиологию и иностранный язык. В том случае, если вы успешно сдаете эти предметы, то вы можете быть переведены. Но я здесь должен сказать самое главное, что, значит, вот это все возможно только в том случае, если будут к началу приемной кампании так называемые выделенные специальные свободные места для перевода. Коллеги, к сожалению, вот, или к счастью, не знаю здесь как, на протяжении последних нескольких лет такие места не выделялись. Поэтому если выделены места будут, то вот тот план, который я описал, он входит в действие. Если нет, то не входит. Это становится известно к началу приемной кампании, к где-то 15 июня. Вот у нас информация об этом на сайте появляется. Пожалуйста, связывайтесь с нами в начале июня, мы вам точно скажем. Подскажите, результаты ЕГЭ итогового сочинения действуют 4 года или 5 лет? Действуют 5 лет. Подскажите, на какие критерии стоит ориентироваться при выборе поступления в магистратуру или поступления на доп. образование при наличии образования бакалавриат, не связанного с психологией? Коллеги, ну, здесь надо ориентироваться на те критерии, которые вам ближе с ним. То есть, что вы хотите от образования. То есть, вы хотите получить законченное образование, например, если у вас только бакалавриат, добавить к нему психологию, получить магистратуру, получить законченное высшее, полное высшее образование. Или вы хотите, например, просто получить какие-то отдельные навыки, скиллы, и тогда вам ближе к программе дополнительного образования. Здесь надо понимать, что доп. образование – это все-таки некоторое дополнительное образование, а программа магистратуры – это все-таки высшее образование, которое вы окончательно себе получаете, если у вас сейчас имеется только бакалавриат. Здравствуйте. Дополнительный глобал из итогового сочинения просто за зачет? Да, просто за факт наличия вашего сочинения, которое зачтено и загружено в Федеральную информационную систему ЕГЭ. Если вы находите свой результат сочинения в Федеральной информационной системе, то его найдем там и мы, и баллы вам, соответственно, тоже начислим. Подскажите, с платным обучением важен проходной балл, или если и есть ли он, или при платном обучении важно пройти минимальный порог. Значит, при обучении на контрактной основе важно пройти некоторый минимальный порог, он устанавливается в центральной приемной комиссии, то есть это определенный уровень, ниже которого, с баллом ниже которого мы абитуриентов на контракт не берем. Обычно это устанавливается цифра в конце, в конце июля. Ну, где-то вот на протяжении последних лет этот балл в районе 220-220 баллов. Кандидатство мастера спорта должно приравниваться к золотому значку ГТО, что дает дополнительные баллы, если я не ошибаюсь. Вот, коллеги, смотрите, мы в рамках правил приема, в рамках, значит, приемной кампании, мы в качестве индивидуального достижения, которое дает дополнительные баллы, принимаем именно, соответственно, значок ГТО золотой. То есть значок ГТО, есть к нему специальное удостоверение, которое подтверждает факт наличия данного индивидуального достижения у человека. Кандидатство мастера спорта в соответствии с правилами приема, как Антон Фаридович еще ответил, каких-то баллов само по себе не дает. Получают ли какие-то преимущества при поступлении по виду или призеру муниципального или регионального этапа Олимпиады, Всероссийской Олимпиады школьников? Нет, не получают. Подскажите, пожалуйста, дополнительные баллы за любой значок ГТО идет или в зависимости от уровня разное количество? Антон Фаридович, вот еще раз расскажите про то, как учитываются доп. баллы за значки ГТО. Значит, коллеги, отвечая на вопрос про ГТО, ну, во-первых, я всех прошу, кого это очень интересует, обратить внимание на правила приема. И в правилах приема есть пункт 27, который располагается на странице 17. И в пункте 27 очень четко прописаны требования к тому, за что можно получить два дополнительных балла по результатам вот этого вот ГТО. Ну, вначале прокомментирую про все альтернативные варианты, я прямо бы зачитаю, да, что дополнительные два балла дается за наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, паралимпийских игр, сурдоолимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдоолимпийских игр. А также наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия готов к труду и обороне. То есть, отвечая на поставленный вопрос, подойдет и серебряный, и бронзовый, и золотой значки. Это подтверждается или наличием этого значка и, соответственно, наградной книжки, либо через выписку из приказа, либо через информацию с официального сайта. Важно обратить внимание, что это действует при условии, что поступающий в текущем году или в предшествующем году относился к возрастной группе, за которую он получил свой значок. То есть, принести нам значок, который вы получили в первой возрастной группе, это не совсем корректно. То есть, значок должен быть получен в текущем или предыдущем году, когда вы относились к соответствующей возрастной группе. Ну, обычно это условие выполняется у всех, кто к нам приносит свои значки и отличия. Здравствуйте. Я читал, что на обычного психолога вместо профильной математики можно давать общественного знания. На клинического обязательно профильное. Так ли это? Коллеги, смотрите. Значит, ну, во-первых, психологи не делятся на обычных и необычных. Значит, есть разные специалитеты. Есть специалитет психологии и служебной деятельности, есть специалитет у нас, по крайней мере. Специалитет клинической психологии. И там, и там на выбор поступающего в качестве третьего ЕГЭ может быть пронесена математика профильная или общество знаний, или иностранный язык. Если я на данный момент обучаюсь в одном университете, хочу попробовать поступить к вам. Хочу пересдать ЕГЭ. Что мне необходимо сделать? Вам необходимо записаться в центры, значит, тестирования на пересдачу ЕГЭ, дальше принести ваши документы к нам, принять участие в дополнительном вступительном испытании летом и в случае прохождения вас по баллам быть к нам, что называется, зачисленным, то есть принести к нам аттестат. Единственное, что я здесь хочу обратить ваше внимание на то, что вы уточнили в вашем учебном заведении, что в случае, если вы все это летом успеете хорошо сделать, что вам ваш аттестат там непосредственно выдали, то есть непосредственно успели вас отчислить, иначе вы можете все необходимые процедуры вступительные выполнить, а аттестат к нам принести не успеете, потому что вам его не успеют отдать. Подскажите, платное обучение также тоже проходит на конкурсной основе или обучение гарантировано при прохождении порога? Нет, у нас не гарантировано контрактное обучение, поскольку количество договорных мест тоже ограничено. Там работает принцип, кто быстрее, соответственно, на них заявился, кто быстрее пришел, заключил договор, а затем место и закрепилось, если человек выполняет требования по прохождению минимального порога баллов. Здравствуйте, за волонтерство есть дополнительные баллы? Нет, за волонтерство дополнительных баллов пока нет. Подскажите, пожалуйста, какой размер стипендии? Размер стипендии очень разный, но я скажу так, что вот обычная стипендия человека, который учится на 4,5, составляет порядка 3 тысяч рублей в месяц. Ну, а там дальше есть повышенные стипендии за отдельные достижения, есть именные стипендии, они уже имеют достаточно большую вариативность и разные размеры. Вот. Так, коллеги, пожалуйста, может быть, кто-то хочет голосом нам задать вопрос? Пока все собираются с мыслями, подскажите, пожалуйста, есть ли варианты... Вчратные akkor отừa? Получительный этап Всероссийской Олимпиады школьников, он дает без вступительных экзаменов или равняется 100 балла или только победитель? Можно еще раз? Продукция в заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по перечисленным предметам дает возможность без вступительных экзаменов пройти в ВУЗ или только диплом победителя? Атон Фаридович? То есть победители и призеры заключительного этапа имеют равные льготы и равные права при поступлении к нам. Важно, чтобы это был именно заключительный этап. Отлично. Коля, и голосом еще вопросы. Так, вопрос из чата. Подскажите, пожалуйста, есть ли варианты ранней подачи заявлений в магистратуру? Нет. Заявления в магистратуру принимаются тогда, когда начинает работать прием заявлений, то есть, соответственно, с 20 июня. Прошу прощения, но точно ли итоговое сочинение действует 5 лет, как и ЕГЭ? В презентации было написано, что результаты ЕГЭ 19-го года и старше принимаются. Давайте я отвечу. Мы в 23-м году будем принимать результаты ЕГЭ, которые будут не старше 5 лет. Давайте считать вместе. 23-й, 22-й, 21-й, 20-й и 19-й. То есть, если вы в 19-м году написали свое итоговое сочинение, оно будет действовать. Они действуют так же 5 лет, как и ЕГЭ, потому что являются допуском для сдачи. Есть ли шанс, что профильная математика вновь станет обязательной для сдачи при поступлении в 2024 году? Коллеги, давайте мы еще раз нововведение этого года проговорим. То есть, абитуриент, поступая на программу образовательной специалитета клинической психологии, например, и психологию служебной деятельности, значит, он нам приносит обязательно русский ЕГЭ и, соответственно, биология ЕГЭ. Дальше на выбор он приносит один из ЕГЭ. Это может быть либо математика профильная, либо общество знания, либо иностранный язык. То есть, математика профильная, она, в общем-то, является как бы обязательной тоже ЕГЭ, если абитуриент именно ее и выбирает. Ну, вероятность того, что именно такая же ситуация по части правил приема будет в следующем году, ну, она есть, но она именно вероятность. Поэтому не могу вам сейчас сказать абсолютно 100%, что будет именно такая же конструкция, но вот в этом году конструкция при поступлении такая. Да, и вот про сочинение 2018 года, да, вот Илья, вот сейчас вот посчитали вместе все правильно. То есть, получается, последний год, когда действует ЕГЭ и сочинение, это 2019 год, да, все, что раньше 2019-го, уже не действует. При платном обучении не имеется конкурсная основа, только кто быстрее подаст. Да, то есть там вот на контракт те люди, которые, соответственно, подали заявление на договор, дальше кто успеет заключить договор, те и быстрее будут зачислены. Совершенно верно. Пожалуйста, коллеги, какие еще вопросы? Как подать заявление на договор? Антон Фаритович, как в этом году подают заявление на договор абитуриенты? Таким же точно образом, как и на, в общем, условии приема. С 20 июня по 10 июля в специалитет, и с 20 июня по 20 июля в магистратуру. Мы ждем вас и, соответственно, ваши заявления. Вы подаете заявления, в которых вы отмечаете, вы претендуете на поступление на бюджет, или на договор, или и туда, и сюда. Да, какое из направлений подготовки для вас более приоритетно, какое менее приоритетно. Все в обычном рабочем порядке с 20 июня по 10 июля, пожалуйста. Конкурс на очень-заочную магистратуру. Коллеги, у нас там вечерняя магистратура, там порядка 10 человек на место желающих. Есть ли программы по подготовке к Олимпиаде Ломоносов? Ольга Васильевна, есть разве программы? Я хотела просить вас ответить. То есть, если вы являетесь учащимся не вот сегодня 11, не сегодняшнего года 11 класса, то да, у нас есть летние курсы, так называемые эффективные каникулы, на которых предполагается помимо вот такая комплексная подготовка, поскольку Олимпиады носят комплексный характер, подготовка к Олимпиаде, разбор заданий прошлых лет и так далее. Смотрите за наши, на сайте все будет, эта информация летняя. Есть ли онлайн занятия по подготовке к ЕГЭ для 10 и 11 класса, Ольга Васильевна? Да, у нас эти занятия есть, и сегодня в презентации мы показывали, у нас есть авторский курс субботний, по субботам у нас дистанционно проводятся занятия и по биологии, и по математике, и по вот иностранному языку у нас будет такая подготовка. Поэтому, пожалуйста, вот смотрите, что вас интересует. Пишите на почту те контакты, которые есть, и мы индивидуально решим ваши проблемы. Я постараюсь ответить всем и каждому, кто пришлет такой запрос. При победе в Олимпиаде не 11 класса 100 баллов за ДВИ дают или только 11 класс, Антон Фаридович? Мы принимаем результаты Олимпиад из перечня, это важно, из перечневых Олимпиад, только на уровне 11 класса. Все российские Олимпиады там ограничены четырехлетним сроком. Я рекомендую, коллеги, вот если есть такие вот вопросы, Алина, как у вас, вы лучше пришлите ваш диплом Олимпиады на почту приемной комиссии и задайте прямой вопрос, потому что тогда мы вам прям дадим четкий ответ касательно вашей Олимпиады, что это за Олимпиады и какие льготы она дает или не дает при поступлении. Такие вещи лучше в индивидуальном порядке обсуждать, когда есть нюансы, связанные с Олимпиадами, особенно когда ребята получают не в 11 классе. Вы видите ли призеры? Коллеги, пожалуйста. Артем Иванович, я еще хотела просто дополнить всем желающим, то есть у нас продолжаются приемно-дистанционные курсы, поскольку предварительно был вопрос, о которых я говорила, носящих модульный характер по тем разделам, которые есть. Поэтому еще раз обратитесь к нашему сайту, посмотрите все программы и регистрируйтесь, и мы будем с вами на связи. Уважаемые коллеги, вопросы, пожелания, комментарии? Артем Иванович, пока наши дорогие абитуриенты размышляют о вопросах, можно я прокомментирую те результаты, которые мы получили в рамках нашей, ну такой вот экспресс-ориентации в наших образовательных программах. В нашем опросе приняло участие на данный момент, значит, 45 человек. Из них 20 человек набрали или получили направление на клиническую психологию, это оказалось для них наиболее желаемым результатом. 11 человек, для них рекомендуется психология служебной деятельности, и 4 человека, они получили свой вариант в качестве педагогики и психологии девиантного поведения. Ну вот такое вот у нас распределение наших абитуриентов, которые приняли участие сегодня в Дне открытых дверей. Очень-очень любопытно, очень любопытно. Спасибо, Антон Фаридович. И вам тут вопрос про Олимпиаду. Если я подала заявку на Олимпиаду по психологии, как смогу узнать, что я на нее, видимо, зарегистрирована? Если вы подали заявку на Олимпиаду по психологии, статус вашей заявки «новая заявка», то вы получите доступ к отборочному этапу. Все, кто подают... Отборочный этап в этом смысле достаточно организован просто. Все, кто подали заявки, те смогут принять в нем участие. А как узнать об изменении статуса заявки? Об изменении статуса заявки вы можете узнать или в своем личном кабинете, или о всех изменениях статуса заявки вам будут приходить автоматизированные уведомления на электронную почту, на которую вы зарегистрировались. И, коллеги, кто участвует в Олимпиаде, пожалуйста, проверяйте свою почту. Там могут быть и какие-то информационные рассылки тоже от организаторов Олимпиады по тому, как в ней принимать участие. И проверяйте почту и свои еще и папочки спам, потому что иногда эти рассылки туда падают. Редко-редко, но бывает, да, действительно. Со скольки баллов дается статус победителя и призера на Олимпиаде? Коллеги, там количество баллов каждый год, с которых стартует статус победителя и призера, меняется в зависимости от того, какое решение принимает экзаменационная комиссия по Олимпиаде. Поэтому тут такого четкого ответа нет. Участвуйте их и узнаете, что называется. Есть ли тестовые версии DW по биологии? Можно ли их найти в открытом доступе? Да, на сайте Центральной приемной комиссии есть варианты прошлых лет, на которые можно посмотреть. Также ссылочка на них есть у нас на сайте факультета в рамках раздела «Приемная комиссия». Можно посмотреть версии DW прошлых лет по биологии. Пожалуйста, смотрите, готовьтесь к ним. Что дает проект «Научное волонтерство»? Ну, насколько мы знаем, в соответствии с правилами приема, льгот каких-либо при поступлении не дает. Но при этом оно впоследствии может вам помочь при получении каких-то именных стипендий уже в будущей статусе студента. Можно ли участвовать в Олимпиаде по психологии? Ну, и адаптация – это проект по исследовательской деятельности, безусловно. Да. Можно ли участвовать в Олимпиаде по психологии 10 класса? Адаптация на профессию будущего ученого. Это не только можно, но и нужно для того, чтобы попробовать свои силы. А также, если вы в 10 классе станете победителем или призером, то тогда в следующем году вы пройдете сразу уже в заключительный этап. Вам не нужно будет принимать в 11 классе в отборочном этапе Олимпиады участия. Подскажите, какие индивидуальные достижения котируются при поступлении в магистратуру? Никакие при поступлении в магистратуру необходимо иметь, сдать именно вступительный по психологии и по иностранному языку. Ну, только я еще напоминаю, что можно заменить задачу вступительного испытания по психологии победой или призерством в нашей универсиаде по психологии соответственно. Совершенно верно. Подскажите, какой порог баллов надо переступить для поступления? А тот говорит, что покажите нам, пожалуйста, график среднего проходного балла за последние годы, чтобы примерно уровень понять. Ну, вот можете видеть, что уровень проходного балла в районе 320 баллов, если мы говорим про клиническую психологию, психологию служебной деятельности, и в районе 300-310 баллов – это педагогика и психология девиантного поведения. Это что касается специалитета, что касается магистратуры, то там проходной, он год от года немножко варьирует, но по сумме двух соответственно вступительных испытаний – это порядка 160 баллов. Да, 321 балл – это на бюджет, совершенно верно. Это мы говорим про бюджетный, про бюджетный проходной. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за то, что вы сегодня провели это время вместе с нами. Я надеюсь, что для вас было полезно, вы получили необходимую информацию. Еще раз напоминаем, что все контакты приемной комиссии все время для вас доступны, открыты. Мы готовы всегда отвечать на ваши вопросы. Ждем вас на наших днях открытых дверей, на тех замечательных мероприятиях, которые анонсировал для вас наш Александр Маркович Рикель. Пожалуйста, факультет очень надеется, что вы станете нашими сначала абитуриентами, а потом и студентами. И вместе с вами будем постигать все закоулки нашей психологической науки и практики. Спасибо вам большое, хорошего дня, до встречи на факультете психологии Московского университета. До свидания. До свидания всем. Доброго дня и вечера. До свидания. До свидания. До свидания.